На лице Фэндуна была улыбка. Чу Сюнь выглядела так, будто ехидничала над положением Нинцы. Если юноша не сможет достать 20 миллиардов, то все, что он ранее сказал, окажется одной большой шуткой. А это просто. Нинцы с легкой улыбкой на лице достал пространственное кольцо и передал его Чу Тянь Сюаню. Брат Чу, пожалуйста, посчитай для всех, сколько в этом кольце. Чу Тянь Сюань был удивлен просьбой, но после взял кольцо и проверил, что было внутри. Спустя пару минут он потрясенно посмотрел на Нинцы. Брату, здесь более 27 миллиардов камней бога. Компания восходящего дракона, она совсем необычная, раз позволяет носить такие суммы воину пятого ранга. Охнул про себя Чу Тянь Сюань. Он не предполагал, что все эти деньги принадлежат Нинцы, считая, что это собственность компании. Отец, неужели там так много камней бога? Чу Сюнь была изумлена. Фэн Дун посмотрел на мужчину с оттенком недоверия. Он даже хотел задать вопрос, они пытаются ли их обмануть. Брату обладает достаточной суммой для спора, но давайте вы все же снизите ставку на более разумную и мы не будем ставить кого-то в неловкое положение. Сказал Чу Тянь Сюань. Это правда? Фэн Сюань Дзи был ошеломлен. Затем перевел взгляд на Нинцы и медленно сказал. Брату, ты уверен, что хочешь поставить 20 миллиардов? Фэн Сюань Дзи был в себе уверен на все 100. Он даже не думал, что проиграет. Поэтому возможность получить 20 миллиардов его сильно соблазняла. 20 миллиардов камней бога, это разве много? Думаю, для нас, воинов пика пятого ранга, что-то ниже этой суммы уже будет неуместно. Что скажет брат Фэн? Нинцы убрал пространственное кольцо и с ухмылкой обратился к собеседнику. Подобное отношение юноши к деньгам вызвало бурю эмоций в сердце Чу Фэна, но затем он посмотрел на Фэн Сюань Дзи с вызывающим видом. Сюань Дзи, брату искренен с тобой, если сможешь победить его, то с такой суммой денег семья Фэн сможет помочь тебе достичь шестого ранга. Фэн Сюань Дзи продолжал думать, что Нинцы хотел заставить его уйти и потерять достоинство, используя такую огромную ставку, но он не стал вестись на их уловку. 20 миллиардов большая сумма, мне нужно вернуться и доложить об этом патриарху. Через три дня предлагаю встретиться на арене смерти города Тянь Дин, там у нас состоится честный и справедливый бой на глазах у местного народа. Глава 3811 Назад дороги все равно нет, хорошо, я подожду, Нинцы согласился на предложение. Вот так были улажены все вопросы, в частности касательно огромной ставки. Фэн Сюань Дзи забрал Фэн Дуна и ушел. Чу Сюнь планировала увязаться за ними, но ее остановил Чу Тянь Сюань. Отец В глазах девушки вспыхнул страх, и она украдкой взглянула на Нинцы. Она понимала, что независимо от того, какая сторона победит, так как семья Чу оказалась между ними, она также понесет потери. На колени крикнул Чу Тянь Сюань. Чу Сюнь была ошеломлена, но после пары секунд медленно опустилась на колени и посмотрела в пол. Чу Фэн тяжело вздохнул. Сюнир, ты посеяла раздор и натравила Фэн Сюань Дзина, брата У, даже если бы мама была здесь, то не встала бы на твою сторону. Старший брат, я знаю, что совершила ошибку, прошептала девушка. Какую? Фыркнул Чу Тянь Сюань, ты прекрасно знала, что поступаешь неправильно, но все равно из-за своего эго наплевала на всех, даже на свою семью. Чем теперь закончится эта ситуация? Сказав это, он посмотрел на Нинцы. Брату, это все моя вина, если бы не она. Если у тебя нет желания сражаться, то я попрошу отца разобраться с этим. Что скажешь? Поскольку Фэн Сюань Дзи решил принести мне денег, то зачем я должен от них отказываться? Улыбнулся Нинцы. Брат Чу, не беспокойся, даже если я каким-то чудом проиграю, смогу в два счета наверстать 20 миллиардов. Серьезно? Чу Тянь Сюань был ошеломлен. Чу Фэн поспешно сказал. Отец, брату уверен, что сможет выиграть. Я думаю, мы тоже должны устроить ставки и подзаработать. Может, Тянь Сюань подозрительно уставился на Нинцы. Ему казалось, что разница между этим юношей и Сюань Дзи огромна, и первому не победить. Однако Чу Фэн и младшие семьи Чу видели ту силу Нинцы на корабле в Призрачном море. Тогда он быстро убил десятерых сильных воинов пятого ранга. Все это взбаламутило мысли мужчины, но, в конце концов, он решил поверить в юношу. Брату, независимо от того, чем все закончатся, семья Чу будет за тебя. Я также прикажу людям начать принимать ставки, если, конечно, ты не возражаешь. В случае чего, я покрою убытки. Если выиграю я, то соотношение будет один к пяти, а если Фэн Сюань Дзи восемь десятых к одному. Я не буду слишком вкладываться в эту ставку, у меня не так много денег. Улыбнулся Нин Ци. Чу Тянь Сюань призадумался. С таким соотношением, если Нин Ци проиграет, то семья Чу потеряет все. Соотношение, которое он планировал установить на Фэн Сюань Дзи, должно было быть одна десятая к одному. Брату, а не слишком ли это рискованно? Спросил Чу Фэн. Нет, все нормально, ответил юноша. Он сказал, что покроет убытки, тогда можно попробовать, подумал Чу Тянь Сюань и в итоге согласился. Тогда все решено. Папа, брат, подумайте дважды, как он сможет победить старшего брата Сюань Дзи. Он использовал 20 миллиардов, просто чтобы спугнуть его. Чу Сюнь считала, что ее семья идет по неправильной дороге и скоро столкнется с большими неприятностями. Молчать. Если семья Чу проиграет, ты будешь объясняться дедушке, крикнул Чу Тянь Сюань. Девушка резко закрыла рот. Вскоре новость о том, что нинцы собирается сразиться с Фэн Сюань Дзи распространилась на весь город Тянь Дин, и слух дошел даже до особняка лорда города. Из-за этого билеты на предстоящий бой были раскуплены в тот же день. Обычно билет стоил 100 камней бога, но на этот раз цена увеличилась до 200, а так как мест было 100 тысяч, чистая прибыль, полученная лордом города, составила 2 миллиона. Он был этому рад и надеялся, что таких боев будет как можно больше. Помимо этого, многие другие семьи тоже решили принимать ставки, но их соотношения были не такими щедрыми, как у семьи Чу. Вот только если Фэн Сюань Дзи выиграет, они проиграют огромную сумму денег. Это сильно встревожило даже главу семьи Чу, и он приказал больше не принимать ставок. Главный зал семьи Чу. Старейшины каждой ветви выглядели встревоженными. Все они смотрели на Чу Тянь Сюаня, требуя от него объяснений. 40 миллиардов. 40. Если мы проиграем, семья Чу потеряет все. Тот парень Фэн Сюань Дзи уже давно находится на пике пятого ранга, даже я ему не противник. Совладать с ним можно будет, разве что, если трое воинов пятого ранга нашей семьи объединятся. Двое старейшин семьи Чу высказывали свое недовольство. Как и Чу Тянь Сюань, они были единственными сильнейшими мастерами после патриарха семьи Чу. Вообще-то убытки покроет брату, если мы проиграем, то только 10 миллиардов, которые сами же вложили. Но если мы выиграем, то думаю, все понимают, насколько большой будет эта сумма, верно? Сказал Тянь Сюань. Победить? Да как это возможно? Уже и так понятно, что мы продули. Чу Тянь Сюань, если ты хочешь идти этим путем, то не нужно тянуть всю семью за собой. Черт с ними с деньгами, но репутация нашей семьи Чу точно будет разрушена и восстановить ее мы не сможем даже за ближайшие сто лет. Я понимаю ваши опасения. Тогда эта парень не будет иметь с вами ничего общего. Все ставки я буду вести от своего лица. Теперь вы можете расслабиться. Хорошо, запомни, что ты сейчас сказал и потом не приходи к нам за помощью. Старейшины переглянулись, встали и ушли. Их цель была достигнута и продолжать спор было незачем. После того, как Чу Тянь Сюань также ушел, с ним встретился Чу Фин. Отец, неужели все настолько серьезно? Даже если мы проиграем, переживать незачем. Брату разберется с этим, за ним же стоят 10 воинов 6 ранга. Тихо сказал Чу Тянь Сюань и добавил, можешь продолжать принимать ставки. Назад дороги все равно нет. Глава 3812. Пришли с пустыми руками. Как один из великих кланов города Тянь Дин, семья Чу имела право сидеть рядом с лордом города на высокой трибуне, с которой открывался лучший вид на арену. Семьи Чинь, Чу, Линь и Финн, сильнейшие в городе, уступающие только особняку лорда города. Семьи Чинь и Линь заняли свои места, но присутствовали только старейшины и младшие, а главы, видимо, не будут присутствовать на сегодняшнем бою. Чуть позже пришел Финн Сюань Цзи с парой старейшин и дюжиной младших. Они подошли к высокой трибуне и заняли место в центре между семьями Чинь и Линь. Сюань Цзи, я не видел тебя пару месяцев, а твоя практика снова стала лучше, похоже, не за горами тот момент, когда в семье Финн появится второй воин 6 ранга. Чинь Хан, старейшина семьи Чинь, похвалил юношу. Старейшина клана Линь, Линька также решил поддержать слова Чинь Хана, поглаживая бороду. Согласен со старейшиной Чинь, не зря в городе Тянь Дин именно ты имеешь титул первого небесного мастера. По их мнению, только у семьи Финн, а именно у Финн Сюань Цзи, были наибольшие шансы достичь воина 6 ранга, а это значит, что в скором будущем семья Финн станет лидером среди высших семей города Тянь Дин. Спасибо за похвалу, но Сюань Цзи еще молод, до 6 ранга ему еще расти и расти, сказал мужчина средних лет на стороне семьи Финн, чей уровень практики был на один класс ниже Сюань Цзи, но положение в семье было таким же, как у Чу Тянь Цзианя, Чинь Хана и Линька, которые отвечали за управление семьей. Кроме того, он был отцом Финн Сюань Цзи, Финн Цзин Чин, первый сын Финн Сы, главы семьи Финн. Брат Цзин Чин, не скромничай, кто в городе Тянь Дин не знает о таланте твоего сына. Но, правда сказать, мне больше интересно услышать о том, кто такой и ниоткуда он появился в семье Чу, спросил Чинь Хан. Толпа навострила уши, так как в городе все хотели знать, каково происхождение того, кто осмелился сразиться с Финн Сюань Цзи и предложить ставку в 20 миллиардов. Более того, Чу Тянь Сюань принимал ставки, заставляя своим выгодным соотношением ставить людей на победу Сюань Цзи. Многим казалось, что Тянь Сюань спятил, именно поэтому каждая семья решила поставить определенную сумму. Я не могу точно вам сказать, кто такой брату, но он спас жизнь Чуфына в Призрачном море. Что касается боя, то это была моя инициатива обменяться опытом, а вот ставку уже предложил сам брату. Это, как я понял, такой обычай его компании, ответил Финн Сюань Цзи. Обычай. Удивительно, что воин пятого ранга предлагает такие большие ставки. 20 миллиардов немалая сумма денег, на них можно купить плоды Нирваны Феникса и достичь шестого ранга, посетовал Линь Кэ, после чего метнул взгляд в сторону семьи Чу, но там никого не было. Похоже, Чу Тянь Сюань испугался, рассмеялся про себя Линь Кэ. Пока семьи общались, люди продолжали приходить на арену и занимать свои места, указанные в билете. Когда на арену пришел Нин Цзи с семьей Чу, места зрителей были почти заполнены. Финянь следовал за Нин Цзи, выглядел он взволнованным и обеспокоенным одновременно, а Чу Финн казался нервным и время от времени поглядывал на юношу, будто хотел что-то сказать, но не осмеливался. Уже ничего не изменить, так почему ты волнуешься? Голос Тянь Сюаня раздался в ушах Чу Фина. Юноша слегка встрепенулся и с горькой улыбкой посмотрел на отца. Все остальные из семьи Чу, кто пришли с Тянь Сюанем, выглядели совершенно неприглядно, а когда заняли свои места на высокой трибуне, то стали походить на каменные статуи, они не двигались и молчали. Каждый из них понимал, что если Нин Цзи проиграет, то семью Чу засмеют всем городом. Старший брат Сюан Цзи, Чу Финн посмотрел на парня. Фин Сюан Цзи кивнул ему, после взглянул на Нин Цзи. Стоявший за ним Фин Дун также посмотрел на юношу, но совсем не скрывал злорадства. Это Уинь, не так ли? Он тоже талантливый молодой парень, пятый ранг высокого класса, но я слышал, что он достиг этого уровня лишь пару дней назад. Да Фин Сюан Цзи ему еще далеко. Ну, зато он намного лучше нас, как минимум мужества ему не занимать. Так мы с тобой не молоды, это вот шпане вечно не сидится на месте. Даже зная, что неизбежно проиграют, все равно соглашаются на бой, так еще и предлагают спор на 20 миллиардов. Будь это мой сын, то я давно бы устроил ему порку. Как только Нин Цзи появился, люди великих семей, включая зрителей, практически все уставились на юношу и принялись тайно перешептываться. Все без исключения имели отнюдь нехорошее мнение о юноше. Младший брату, если ты хочешь, то можешь отказаться от боя сейчас. Моя семья Фин не станет давить на младших, сказал Цзин Чин. Неужели вы так боитесь потерять 20 миллиардов, что все время пытаетесь отговорить меня от боя? Нин Цзи посмотрел на Фин Цзин Чина и слегка нахмурился. На лице мужчины появился гневный оттенок, как и на лицах остальных членов семьи Фин, что находились рядом с ним. Ха-ха, видимо, брату уверен в себе. Фин Цзин Цзи рассмеялся, а после обратился к Цзин Чину. Отец, раз брату так в себе уверен, то не стоит о нем беспокоиться. Раз так, то ладно, развел руками мужчина и перестал смотреть на юношу. Толпа думала, что сейчас уже начнется бой, но, к их удивлению, Нин Цзи завел разговор о том, что ему было важнее. Я торговец и придаю большое значение обещаниям. Семья Чу уже проверила, что у меня достаточно средств, чтобы выполнить условия спора, но не могла бы семья Фин также подтвердить, что вы пришли сюда не с пустыми руками. Его слова были негромкими, но достигли ушей каждого на арене смерти, из-за чего шумный народ резко замолчал и десятки тысяч пар глаз одновременно уставились в сторону семьи Фин. Глава 3813. Я хочу, чтобы он сдох. Чин Хан и Линька вместе со своими младшими были слегка ошеломлены, в то время как сторона семьи Фин была в ярости. Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, что у нашего клана нету 20 миллиардов? Даже если ты считаешь себя талантливым и богатым, в городе Тянь-Дин ты никто. Молчать. Фин Цзин Чин воскликнул, и только тогда младшие клана Фин затихли, но продолжали смотреть на юношу с убийственным намерением. Поскольку мой сын согласился на спор, то 20 миллиардов у нас имеется. Моя семья Фин никогда никого не обманывала и всегда держит слово. Младший брату, прими это к сведению и запомни, что наша семья не из тех, кого можно запугать, сказал Фин Цзин Чин. Чу Тянь-Сюань намеревался что-то сказать, но затем передумал. Этот спор был делом Нин Цзин семьи Фин, он не имел права в это вмешиваться. Более того, семья Фин не станет обманывать парня, ведь тогда ее выставят на посмешище и больше никто не будет иметь с ней дел. Я не понимаю, зачем вы мне все это сказали. Перед началом поединка, каждая из сторон должна доказать свою искренность в том, что сдержит уговор, верно. А парень дело говорит. Если клан Фин настолько силен, в чем проблема показать 20 миллиардов. Или погоди, у них этой суммы нет, поэтому они пытаются это скрыть. Показывайте, а то нечестно будет, если парень вас выиграет, а вы не сможете сдержать уговор. Показывайте. Зрители зашумели, а цвет лица Фин Цзин Чин остановился все темнее и темнее, ведь у них, правда, не было 20 миллиардов камней бога. Он и его сын были уверены, что победа на их стороне, так зачем делать лишнее телодвижение, собирая такую сумму. У больших семей в основном все деньги всегда в обороте, поэтому если и пришлось бы семье Фин собирать 20 миллиардов, то для этого нужно было бы продавать духовные сокровища, что слишком накладно. Именно поэтому они не собирались подготавливать 20 миллиардов, но у них и в мыслях не было, что нинцы окажутся таким требовательным. А если они не докажут свою честность, то еще до начала боя репутация их семьи в городе Тяньдин будет разрушена. В то время, пока арена смерти бушевала от волнений, сбоку от высокой трибуны появилась группа, которую возглавляла женщина. За ней следовало несколько воинов пятого ранга высокого класса, все они также были женщинами, при этом достаточно сильными. Но больше всего выделялось именно их лидер. Женщина обладала потрясающей красотой и мощной аурой. Увидев ее, арена сразу стихла, а когда эта женщина поднялась на высокую трибуну и заняла место главы города, все люди великих семей почтительно поклонились ей. Выражаем свое почтение главе города Лю. Это она глава города Тяньдин? Аура намного сильнее, чем у императора Цзян. Видимо, она примерно на уровне четвертой стадии. Ну или воин шестого ранга среднего класса. Нинцы также слегка поклонился женщине, одновременно с этим оценивая ее. Когда же он решил проверить ее характеристики, то подтвердил свои предположения насчет ее уровня практики. Садитесь, Лю Линью и кивнула людям, после чего обратилась к Нинцы. Тебя зовут Уинь. Да. Я только что услышала, что ты хотел проверить, принесла ли семья фэнсумму, оговоренную вами в споре, я правильно поняла. Конечно, кто знает, как поведет себя другая сторона спора. Лучше все проверить заранее. Ты прав, хорошо, передайте мне свои пространственные кольца, я буду вашей судьей. Предложила Лю Линью и Нинцы спокойно передал пространственное кольцо, где лежало 20 миллиардов камней. Подчиненная лорда Лю взяла его, после чего передала непосредственно Лю Линью и Женщина быстро проверила сумму в кольце, после чего кивнула. Здесь ровно 20 миллиардов, после чего она посмотрела в сторону Фэн Цзин Чина и Сюян Цзи. Все собравшиеся зрители также посмотрели на семью Фэн. Фэн Цзин Чин еще мог как-то выкрутиться ранее, но появление Лю Линью и ее решение стать судьей полностью лишили его шанса выбраться из этой западни. Отец отдай главе Лю наши камни бога, сказал Фэн Цзин Цзи, а затем посмотрел на женщину с нескрываемой любовью. Парень никогда не искал себе спутницу жизни, потому что уже нашел, и ей была только она Лю Линью и он считал, что она была достойна его. Правда, так думал только он, остальные же считали его высокомерным и заносчивым, раз он посмел иметь какие-то виды насчет воина шестого ранга. Я Фэн Цзин Чин растерялся. Сюян Цзи резко понял, что здесь было что-то не так, и в его сердце зародилось тревожное предчувствие. Когда Чу Тян Цзин увидел их поведение, про себя ухмыльнулся, а Чу Фэн даже рассмеялся. Похоже, что люди семьи Фэн действительно настолько высокого о себе мнения, что посчитали, будто уже победили, поэтому не подготовили необходимую сумму. Глава Лю, 20 миллиардов огромная сумма, мне не хватило трех дней подготовить ее, но я обещаю, что когда закончится бой, если проиграет мой сын, я отдам все до последней копейки. Фэн Цзин Чин смущенно поклонился в сторону женщины. Его лицо было невероятно уродливым, он возненавидел Нинцы так сильно, ведь из-за него он и клан Фэн были унижены. Так клан Фэн, правда, не подготовил сумму? Неужели они считают, что раз великая семья, то можно смотреть на остальных свысока? Фэн Цзин Чин слишком самонадеян, настоящий глупец. Голоса, собравшихся на арене, продолжали доноситься до ушей Фэн Цзин Чина, отчего он нахмурился еще сильнее. Даже Чин Хан и Линька посчитали, что мужчина оплошал, ведь теперь Нинцы мог вовсе отказаться от боя, тогда семья Фэн сядет в лужу. Ладно, 20 миллиардов не такая большая сумма, я помогу вам с этим на этот раз, равнодушно сказал Лю Лин Юй. Когда Фэн Цзин Чин услышал слова девушки, поспешно поблагодарил ее, а затем повернулся к сыну и через звуковое послание сказал. Я хочу, чтобы он сдох. Хорошо, отец, ответил Фэн Цзин Чин, глядя на Нинцы убийственным взглядом. Глава 3814 Акова Вечного Льда, ха, ты, наверное, даже не предполагал, что глава Лю поможет старшему брату с деньгами, верно? Голос Чу Сюнь зазвенел в ушах Нинцы, но юноша не обратил на нее внимания и даже не посмотрел. Девушка увидела это и тут же взбесилась, но быстро вернула себе спокойствие, а после стала с нетерпением ждать поражения юноши. По какой-то причине, с того дня, как Нинцы сказал, что у него есть жена, она его не взлюбила. Все ближе и ближе подступало время начала боя. Вроде бы можно начинать, разве нет? Чин Хан посмотрел на небо. Фэн Цзин встал и в один шаг появился на арене. Когда сто тысяч зрителей увидели его, все тут же прекратили разговоры и обратили на него внимание. Брату, ты точно уверен? Чу Фэну было не по себе, поэтому он решил услышать от юноши ответ, который, возможно, его бы успокоил. Позже узнаешь, улыбнулся Нинцы. Брату, давай начнем. Фэн Цзин посмотрел на высокую платформу, где все еще находился юноша. Нинцы сделал шаг вперед и оказался напротив своего противника. Между ними было около 10 метров, но для них, воинов пятого ранга, этого расстояния словно и не было. Сотни тысяч глаз в данный момент смотрели только на арену. Все, решившие сделать ставку у семьи Чу, затаили дыхание, надеясь, что скоро они смогут выиграть неплохую сумму. Наш бой – обычный обмен опытом, я ведь прав, брату? Конечно. Тогда, надеюсь, ты сможешь чему-то меня научить. Фэн Цзин договорил и в следующий момент из его тела вырвалась энергия пика пятого царства, что затронуло защитную формацию арены. Окова вечного льда. Прокричал Фэн Цзин, после чего окружающая температура начала резко снижаться и с неба повалил снегопад. Арена быстро погрузилась в снежный шторм. Под воздействием атаки Цзин, стоявший от него в 10 метрах, юноша превратился в ледяную скульптуру. И все. Воскликнул ошеломленный зритель. Они знали, что Фэн Цзин силен, но не ожидали, что настолько. Я слышал, что это техника Фэн Цзин. Однажды он смог заморозить ей воина шестого ранга с более сильной основной на целых 300 лет. Я тоже слышал про эту технику. Ее сила исходит напрямую от родословной их семьи, поэтому даже если кто-то другой попытается изучить навык, он не будет таким же мощным, способным заморозить даже душу. Против этого даже мы с тобой ничего не сможем сделать, верно? Чинь Хан посмотрел на Линька. Пока в семье Фэн есть этот парень, она будет процветать еще как минимум следующее поколение, в глазах Линька промелькнула зависть. Он завидовал тому, что Фэн Цзин Чину удалось родить такого хорошего сына. Брат Сюэн Цзи великолепен. Люди семьи Фэн, в частности Фэн Дун, смотрели на обледеневшего Нин Цзи с насмешкой. Старший брат, я же сказала, он не справится со старшим братом Сюэн Цзи. Чу Сюнь, надув губы, посмотрела в сторону Чу Фэна. Чу Фэн весь побелел, а когда услышал свою младшую сестру, сердито закричал. Заткнись. Если брату здесь умрет, то наша семья Чу ответит за это перед теми десятью воинами шестого ранга. Чу Сюнь тут же возразила. Он умер от рук Сюэн Цзи, а не от нашей семьи Чу, мы тут ни при чем. Остальные из семьи Чу растерянно посмотрели на Чу Тянь Цзи, но мужчина выглядел спокойным. Никто не понимал, о чем он сейчас думает. Глава Лю, думаю, можно уже объявить победителя, сказал Фэн Цзи. Зачем он еще жив? Улыбнулась Лю Лин Юй. Чува. Фэн Цзи, опешивший, повернулся в сторону юноши. Он был уверен в своей технике, ведь она сковывала даже душу человека. Его атака должна была убить этого мальчишку. Зрители тоже были ошеломлены, а затем увидели, как из ледяных оков вырвался Нин Цзи и в одно мгновение появился перед своим противником. Брат Фэн, теперь моя очередь бить тебя по лицу, рассмеялся юноша. Он на самом деле жив. Фэн Цзи уродливо нахмурился, ведь раз парень был жив, то он только что сам себя опозорил перед Лю Лин Юй. Слабак. Увидев приближающийся кулак Нин Цзи, в глазах Цзи промелькнуло презрение. Он резко сделал шаг назад и поднял ладонь, намереваясь остановить удар юноши. Он не собирался уклоняться, а хотел властно и безжалостно победить своего противника. Вот только не он, да и сам Нин Цзи не представляли, насколько сильным будет его удар, усиленный сферой вечности и техникой девяти внутренних врат. В момент столкновения ладонь Сюян Цзи была моментально стерта, вот только сам он этого не заметил, потому что произошло это быстро и безболезненно. Он продолжал с насмешкой смотреть на Нин Цзи, пока его тело разваливалось в пух и прах. Бабах. Физическое тело и душа Фэн Цзи с громким хлопком были стерты. Не осталось ни единого кусочка. До самой своей смерти Цзи так и не понял, что с ним случилось. Глава Лю, мне очень жаль. Я считал, что раз брат Фэн дольше меня провел на пике воина пятого ранга, то будет намного сильнее, поэтому ударил чуть сильнее, чем впал силы. Нин Цзи тупо уставился на то место, где стоял его противник, а затем с извиняющимся видом поклонился Лю Лин Юй. Сидевшая на месте главы девушка была изумлена увиденным. Даже она не предполагала, что юноша так легко убьет противника равного себе по практике. Более того, Нин Цзи использовал только физическую силу, ведь иначе мощную технику она бы успела остановить и как минимум спасти беднягу. Все закончилось совсем не так, как она предполагала. Глава 3815 Сражению всегда сопутствует смерть. Спустя каких-то пару секунд зрители пришли в себя и почти разом сделали глубокий вдох, наполняя легкие ледяным воздухом. Фэн Сюань Цзи мертв, его убили одним ударом. Я чертовски сильно хочу узнать, из чего сделан его кулак, и как он довел свою физическую силу до такого уровня. Даже у мастеров племени Марья нет таких мощных тел, верно? На высокой платформе люди четырех великих семей хранили молчание, испытывая при этом шок, страх и негодование. Фэн Сюань Цзи, наш лучший небесный мастер, умер, сказал Чэнь Хан через звуковое послание. Линь Кэ слегка кивнул и подтвердил слова собеседника. Он, действительно, мертв. Я не могу даже найти остатки его души. Их обоих одновременно окатил ледяной озноб, но затем по какой-то причине их настроение стало приподниматься. Хотя Фэн Сюань Цзи не был воином шестого ранга, но с годами давления, которые он оказывал на остальные семьи, становилось лишь больше. Никто из великих семей не хотел, чтобы у клана Фэн появился второй воин шестого ранга. Сын Фэн Цзин Чин, молчавший все это время, внезапно закричал и, соскочив со своего места, бросился туда, где стоял Фэн Сюань Цзи. К сожалению, там было пусто, не осталось ни единого волоска. Сюань Цзи. Мужчина все еще не мог поверить, что его сын умер. Он продолжал осматривать окружающие пространства своей духовной энергией, предполагая, что его сын просто где-то спрятался. Отец, мы победили. Чу Фэн с застывшим лицом медленно повернул голову к Чу Тянь Цзюаню. Мужчина с таким же выражением лица медленно кивнул, а затем выпрямился и посмотрел на остальных из своей семьи. Все люди Чу Си Ча смотрели на него с явным недоверием. Как он мог убить старшего брата Сюань Цзи? Это невозможно. Чу Сюнь разинула рот и посмотрела на Нин Цзи с паникой, отразившейся на ее лице. Это же насколько она сама была близка к смерти. Раз провоцировала столь ужасающего монстра. 40 миллиардов камней бога, если бы не вы, то я заработал бы больше. Прокричал Чу Тянь Цзюань на людей семьи Чу. Если бы старейшины не остановили его, то сумма была бы еще больше. Тянь Цзюань, это наша семья Чу заработала бы больше. Поправил его один из старших. Убирайтесь. Я рискнул стать банкротом на всю жизнь и сделал это, а теперь вы решили прибрать к рукам мою заслугу? Эти деньги принадлежат только мне. Мужчина не собирался важничать с обнаглевшими людьми своей семьи. На его слова ответить людям было нечего. Они осознавали, насколько сильно ошиблись. Убийца. Фэн Дун внезапно встал и закричал на Нин Цзюань с покрасневшими от гнева глазами. Мой брат собирался только обменяться опытом, а ты его жестоко убил. Ты это сделал преднамеренно. Ты не сможешь уйти отсюда, уж точно не живым. Его голос был могучим и эхом раздался над ареной. Да, ты убийца. Фэн Цзин Чен резко повернулся к юноше, уставившись на него обиженными глазами. Нин Цзюань равнодушно пожал плечами. В сражении всегда кто-то может стать жертвой. Если бы мое физическое тело не было достаточно крепким, то тот удар брата Цзюань Цзи мог бы убить меня. Жаль, что после этого я сам не смог сдержать себя в руках. Надеюсь, брату Фэн в следующей жизни повезет чуть больше. Его слова чуть было не заставили Фэн Цзин Чена и Фэн Дуна наброситься на него, но из-за главы Лю они не посмели. Он прав, сражению всегда сопутствует смерть. Фэн Цзюань Цзи проиграл в честном поединке, высказалась Лю Лин Юй. Она, глава города Тянь Дин и имеет право принимать окончательное решение. Когда люди семьи Фэн услышали ее, все поняли, что отомстить им будет очень трудно. В то же время многие зрители вспомнили о ставках, большинство из них поставили огромную сумму на Фэн Цзюань Цзи, а в итоге... И лишь небольшая часть корила себя в тайне за то, что поставила на Нинцы очень мало. Глава Лю, мой сын умер вот так. Фэн Цзин Чен не хотел примиряться со словами Лю Лин Юй. Молчать. Девушка грозным тоном заткнула его, а после бросила два пространственных кольца в сторону Нинцы. В одном и втором лежало по 20 миллиардов. Получив их, юноша сразу же поблагодарил ее. Спасибо, глава Лю. Девушка кивнула ему и, прежде чем уйти, взглянула на Фэн Цзин Чена. Доложи своему патриарху, чтобы завтра я на своем столе увидела 20 миллиардов камней бога. Ха, хорошо, пробубнил себе под нос мужчина. После того, как женщина ушла, Нинцы также покинул арену вместе с семьей Чу, оставив позади убивающуюся горем семью Фэн. По дороге Чу Тян Цзюань решил предупредить юношу. Брату, семья Фэн так просто этого не оставит. Неважно, если семья Фэн хочет увидеть конец своей эры, то я жду их с распростертыми объятиями, ответил юноша. Чу Тян Цзюань на мгновение потерял дар речи, а затем полностью расслабился. Раз Нинцы так сказал, значит за ним действительно стоят 10 воинов 6-го ранга. Брату, на этот раз благодаря тебе мы заработали много камней бога. Чу Фэн был очень счастлив, но на самом деле радовался не заработанным деньгам, а тому, что Фэн Цзюань был мертв. 20 миллиардов плюс еще 20, да это же целая куча денег, ха-ха. Фэн Юню было наплевать на все, кроме денег, которые с помощью Нинцы удалось заработать всего за несколько дней. Он в своей жизни никогда бы столько не заработал. Это лишний раз убедило парня, что, следуя за юношей, его ждет хорошее будущее. Глава 3816. Приглашение вернувшись в семью Чу, Чу Тянь Сюань рассчитался с Нинцы. На ставках им удалось заработать 40 миллиардов. Чуть больше 10 миллиардов было выплачено тем, кто поверил в юношу и поставил на него. Еще 10 отошли семье Чу, а остальное было долей Нинцы. Вот так, после небольшого подсчета, юноша снова стал обладателем почти 60 миллиардов. 60 миллиардов камней Бога здесь, 600 миллиардов камней духовной сущности там. Нинцы был очень рад этой прибыли. С этими деньгами он сможет купить еще больше различных ресурсов в царстве Шэнь Ло, а после того, как продаст их в царстве Бога, его состояние превзойдет все четыре великие семьи города Тянь Дин. Брату Фэн Сюань Зи мертв, семья Фэн определенно попытается отомстить, но пока ты в городе Тянь Дин, они не посмеют нарушить правила главы Лю. Закончив с распределением денег, Чу Фэна беспокойно предупредил юношу об опасности. Фэнер прав, Чу Тянь Сюань поддержал слова сына. Фэй Ян стоял позади Нинцы и слегка нервничал, когда думал о том, что будет, если к ним ради мести придет воин шестого ранга. Но, когда он посмотрел на спокойного юношу, сразу же расслабился. Раз уж Нинцы не беспокоился об этом, то зачем ему переживать? Я планирую открыть компанию в городе Тянь Дин. Хотел бы попросить брата Чу помощь мне разослать приглашение всем важным лицам, сказал Нинцы. А глаза Чу Тянь Сюань загорелись. Если Нинцы откроет тут торговую компанию, то его семья Чу будет иметь какие-то льготы. Старший брату семью Фэн тоже приглашать? Спросил Чу Фэн. Конечно, придут они или нет, это уже их дело. Чу Фэн кивнул. Я займусь этим. Вскоре семьи Чинь Ли Ни Фэн получили приглашение. Более того, Чу Фэн пригласил главу Лю. Также семья Чу отдала Нинцы один из своих магазинов с прекрасным расположением. Этот магазин находился очень близко к особняку лорда города. Первоначально он принадлежал Чу Тянь Сюаню, поэтому мужчина мог спокойно им распоряжаться. Нинцы помог ему заработать крупную сумму. Он хотел ответить взаимностью. Семья Фэн. В отличие от радостной атмосферы в семье Чу, в семье Фэн все были мрачными. Фэн Цзин Чен сидел на главном месте в зале. Вокруг него находились другие старейшины, но место второго было пустым, так как его убил Нинцы. Цзин Чен, не расстраивайся, жизнь тяжелая штука, сказала старуха. Она являлась третьей старейшиной семьи Фэн, но никогда не была замужем и не имела детей. В самом деле, остальные старейшины выражали сочувствие, но в глубине их глаз мелькал странный оттенок. Для ветви Фэн Цзин Чена потеря старшего сына была настоящей катастрофой, но для других ветвей, наоборот, возможностью вздохнуть с облегчением. Мой сын умер, а вы мне говорите не расстраиваться. Молчавший все это время Фэн Цзин Чен вдруг заговорил. Фэн Цзин Чен, ты что от нас хочешь? Предлагаешь нам всей семьей пойти войной на убийцу твоего сына? А ты не забыл, что только из-за Сюэнь Цзи патриарх благоволил тебе. Без него, ты простой воин пятого ранга среднего класса. Лучше уйди со своего поста управляющего и передай его одному из нас. Мы все намного сильнее тебя и больше подходим на эту должность. Ты сам виноват, что решил потакать своему высокомерному сынишке. Из-за тебя наша семья потеряла такой талант, так еще и 20 миллиардов камней бога. Да вы все. Фэн Цзин Чен был взбешен наглостью этих людей. Когда Фэн Цзин Чен был жив, никто из них не смел так с ним разговаривать. В этот момент в помещение вошла фигура. Увидев ее, все встали и низко поклонились. Патриарх, садитесь. Фэн Цзин Чен махнул рукой, он был невысокого роста и почему-то всегда щурился. Отец, ты должен отомстить за Сюэнь Цзи. Фэн Цзин Чен опустился на колени и выпалил. Хлоп. Фэн Цзин ударил его по лицу, отчего мужчина упал на землю, но поспешно поднялся и, прикрыв левую распухшую щеку рукой, вопросительно посмотрел на отца. Сюэнь Цзин был молодым и невежественным, а ты, прожив столько лет, почему до сих пор ведешь себя как глупый мальчишка? Он мог в скором времени достичь шестого ранга. Зачем он вообще куда-то пошел с кем-то сражаться? Ты сейчас хоть представляешь, насколько три другие великие семьи счастливы, что мы потеряли Сюэнь Цзи? Холодным тоном сказал Фэн Цзи. Отец, но я не знал, что тот парень Уинь поступит так жестоко. Проворчал Фэн Цзин Чин. Другие старейшины, наблюдая за этим, покачали головой, сетуя про себя на Цзин Чина и его глупость. Какой смысл спорить сейчас об этом? Лучше просто признать свою ошибку. Фэн Цзин снова ударил Фэн Цзин Чина уже по правой щеке. Ты ублюдок, больше я на тебя дела семьи не оставлю и ты больше не получишь ни гроша от меня. Отец Цзин Чин оказался в полном отчаянии. Он не ожидал, что его родной отец поступит с ним таким образом, чтобы я больше от тебя не видел никаких глупостей, иначе пошлю на тот свет, к матери. Холодно рявкнул Фэн Цзин. После этих слов мужчина поднялся с земли и в угрюмом настроении вышел из зала. В этот же самый момент в зал вошел слуга с донесением. Патриарх, семья Чу прислала нам письмо. Завтра они откроют торговую компанию восходящего дракона и приглашают нас на церемонию открытия. Кто разрешал тебе входить? Спросила рассерженная старуха. Компания восходящего дракона? Хэм, я пойду завтра туда, хочу увидеть всю ее подноготную, усмехнулся Фэн Цзин. Глава 3817. Высокая цена закупки на следующий день. Чу Тянь Сюань собрал группу младших семей Чу, чтобы они под управлением Фэйня помогли в торговой компании восходящего дракона. Нин Цзин знал, для чего мужчина проявил такую инициативу, но не возмущался, ведь с помощью местных сил Фэйню будет намного проще выполнять его поручения. В будущем все духовные сокровища, которые он принесет в царство Бога, вполне вероятно будут куплены семьей Чу, так как у них есть воин шестого ранга, что избавит Нин Цзин от большинства проблем. Компания восходящий дракон? Ох, это же тот самый. Ты про того, кто убил Фэн Цзин. Да, это он. Возле компании Нин Цзин была оживленная суматоха. Прибывшие были теми, кого пригласил Чу Фэн. Многие из них пришли по большей части из-за любопытства к персоне юноши, ведь слухи о нем со вчерашнего боя разнеслись по всему городу. Я слышал, что за этим парнем стоят десять старших воинов шестого ранга. У него даже есть жетон, подтверждающий их покровительство над ним. Десять. Разве это сила не больше, чем у особняка лорда города? Даже не знаю, хорошо это или плохо, что у нас появилась еще одна компания в городе Тяньдин. Конечно, хорошо, только конкуренция между компаниями может подорвать высокие цены на ресурсы, установленные четырьмя великими кланами. Торговая компания восходящего дракона вот-вот должна была открыть свои двери. Чиньхан и Линько также пришли с группой младших, и когда их увидел Чу Тяньсюань, то сразу же представил Нин Цзин. Обе стороны дружелюбно пообщались. Что касается Лю Линьюи, видимо, ее не интересовали подобные мероприятия. Она лишь послала воина пятого ранга, который принес пару подарков. Брату, мне вот интересно, а какие духовные сокровища твоя компания будет покупать и продавать? Спросил Чиньхан. Мы будем продавать все виды духовных сокровищ, но приобретать лишь некоторые, менее ценные. Когда закончатся мероприятия, я попрошу Фэйяня отправить подробный список в ваши дома. Надеюсь, вы будете продавать эти предметы мне и приглядите за компанией, если вдруг меня не будет. За главного в свое отсутствие я оставлю моего заместителя Фэй, поэтому обращайтесь к нему, сказал Нин Цзин. На лице Фэйяня, стоявшего позади юноши, появился взволнованный вид. Благодаря связям, которые Нин Цзин наладил заранее, и с помощью младших семей Чу, будущие дела компании пойдут в гору. Младший брат молод и талантлив, всего лишь воин третьего ранга, а брату оставил все на твои руки. Меня аж зависть берет. Улыбнулся Линька, смотря на Фэйяня. Нин Цзин слегка рассмеялся. В торговле нет места практики, поэтому воина третьего ранга достаточно, чтобы позаботиться об этом месте. Брату прав, кроме того у него в помощниках люди семьи Чу, так что никто не посмеет создавать проблем. Чу Тянь Сюань поддержал слова юноши. Чин Хан и Линька переглянулись, а затем кивнули, как бы соглашаясь, потому что кроме семьи Фэн никто не станет нападать на компанию восходящего дракона, ведь это не принесет им ничего хорошего. А можно сейчас посмотреть, какие духовные сокровища брату планирует приобрести. Я хорошо знаю, что находится в сокровищнице моей семьи. Может мы накопили что-то за последнее время и сможем вам продать? Спросил Чин Хан. Нин Цзин посмотрел на Фэйяня, который тут же достал нефритовый листок. Он прошелся по толпе, чтобы каждый осмотрел лист. Вот только после увиденного в списке люди остались со странными выражениями лиц. Причина этому была проста. Большинство духовных сокровищ не стоили много и не считались редкими. Брату, ты уверен, что твоя компания будет это покупать? От них же мало толку, спросил Линька. Даже Чу Тянь Сюань был немного озадачен. Зачем такие духовные материалы, предназначенные для воинов первого и второго ранга, нужны такой крупной компании? Более того, в списке были плоды, которые совсем бесполезны. Например, плод цилиня, хоть и редкий, но бесполезный. Это то, что требуют от меня старшие, я лишь выполняю приказ, расплывчато ответил Нин Ци. Выслушав его, все снова оказались в замешательстве. Тем не менее им стало совершенно ясно, что компания, открытая Нин Ци, не будет конкурировать с ними в городе Тянь Дин. Напротив, они смогут заработать на бесполезных ресурсах за счет компании восходящего дракона. Если нужны только эти ресурсы, то мой клан Чу поможет их приобрести, они очень дешевые и никому не нужны, высказался Чу Тянь Сюань. Тогда спасибо, брат Чу, если у тебя получится достать плоды цилиня, компания восходящего дракона предложит за них хорошую цену, полмиллиона камней за штуку, ответил Нин Ци. Пятьсот тысяч камней бога за один плод цилиня. Толпа была слегка ошеломлена, стоимость плода цилиня была низкой, но Нин Ци увеличил эту цену в десятки раз. Глава, мы можем купить их по более низкой цене, прошептал Фэйянь. Нин Ци покачал головой, не собираясь объяснять свои намерения подчиненному. Он действительно мог купить их по низкой цене, но была проблема, что люди не будут заинтересованы в продаже этих плодов. Если о высокой цене на плод станет известно, то многие члены племени моря захотят продать их, а Нин Ци за них готов вплатить еще больше, что уж говорить о 500 тысячах за штуку. Один такой плод в Шэнь Ло он сможет продать за десятки миллиардов, что даже с учетом конвертации камней будет в разы больше. Клан Цилинь не может продавать плоды сердца цилиня, потому что их количество ограничено, но у него была другая ситуация. Брату это правда? Спросил Чин Хан. Нин Ци рассмеялся. Я разве когда-то шутил с вами над серьезными вещами? Все вдруг осознали, что он говорил серьезно и про себя задумались. Для них полмиллиона было не особо большой суммой, но для младших их семей это очень выгодная сделка. За стоимость одного плода, какой-нибудь воин третьего ранга сможет очень долго практиковаться. Ха-ха, я знаю довольно много родов племени моря, попрошу собрать их плоды и продать вам, да и у моей семьи они есть. Интересно, сможет ли ваша компания купить их все? К толпе подошла фигура, за которой следовало несколько воинов пятого ранга. Чу Тянь Сю и они остальные поспешно поклонились, увидев фигуру во главе этой группы. Рады видеть патриарха Фэн. У многих на душе возникли подозрения, зачем сюда пришел глава Фэн Ци. Возможно, это связано с тем, что произошло вчера. Глава 3818. Мощь компании восходящего дракона. Давно не виделись, Фэн Ци ответил людям на приветствие. Затем снова посмотрел на Нин Ци, ты тот самый Уинь? Так и есть, я польщен, что старший Фэн лично пришел на открытие моей компании, улыбнулся юноша. Старейшины семьи Фэн позади Фэн Ци разглядывали юношу, будто пытались понять, в чем он так хорош, раз мог убить Фэн Ци одним ударом. Поскольку вы прислали приглашение, как я мог не прийти. Не волнуйся насчет вчерашнего, Ци Ци сражался с тобой честно, поэтому я не буду беспокоить тебя об этом. Нин Ци сразу сказал. Старший Фэн заслуживает считаться воином шестого ранга, вы мыслите намного шире, чем другие. Так что там насчет плодов Целиня, с какой целью они нужны? Поинтересовался Фэн Ци. Когда присутствующие услышали вопрос, то все также посмотрели на юношу, желая узнать, для чего нужны эти плоды. Народ знал, что от них не было толку, да и для алхимии они не годятся. Все, что они делали, это помогали людям слаще спать, вот только это было бесполезно для них. Старший Фэн, покупать эти плоды мне приказали старшие компании, воины шестого ранга. Я не знаю, для чего они им младшего в это не посвящали, объяснил Нин Ци, а затем задал встречный вопрос. Старший Фэн, у вас много этих плодов? Наша компания не откажет от их покупки никому, даже если придется заплатить миллион. Миллион? Даже если взять цену в 500 тысяч, то это было огромной суммой. Увидев достаточно серьезное лицо Нин Ци, все еще раз задумались о силе компании восходящего дракона. Фэн Ци в это время слегка нахмурился. Хорошо, что я не напал на него, иначе, возможно, был бы убит старейшинами компании. Кстати, до меня дошли слухи, что брату встречал лорда Сюэгуя в Призрачном море, это правда. Фэн Ци сменил тему разговора. Нин Ци кивнул. Однажды видел. Чу Тянь Сюань поддержал разговор. Старший Фэн, если бы не брату, мой сын и другие младшие могли бы погибнуть. Брату, благодетель нашей семьи Чу. Фэн Ци взглянул на мужчину, догадываясь о том, на что он хотел ему намекнуть. Вот только этого недостаточно. Игнорируя Чу Тянь Сюань, Фэн Ци продолжил. Я слышал, у младшего брата у есть жетон с метками десяти воинов шестого ранга. Мне очень он любопытен, однако я не знаю, можешь ли ты достать его. Возможно, мне удастся распознать одну из аур. Ведь я за свою жизнь повстречал многих мастеров. Чу Тянь Сюань и другие слегка насторожились, догадываясь о том, какую цель преследует Фэн Ци. Он хотел подтвердить, что за Нин Ци стоят сильные мастера. Это всего лишь жетон, если вы хотите увидеть его, то как я могу отказать? Нин Ци спокойно достал жетон восходящего дракона из пространственной сумки. С его появлением на округу обрушилась аура десяти императоров небес. Чу Тянь Сюань, стоявший ближе всех к юноше, первым почувствовал на себе неистовое давление и слегка побледнел. Однако Фэн Ци выглядел спокойным, но когда Нин Ци сконцентрировала ауру жетона на нем, то ему пришлось сделать пару шагов назад, а затем из его рта вырвался сгусток крови. Все были потрясены этой картиной. В то же время Лю Лин Юй, находящиеся у себя в особняке, а также воины шестого ранга трех великих семей, которые тренировались за закрытыми дверями, резко открыли глаза и посмотрели туда, где находилась компания восходящего дракона. В глазах каждого таился шок. Мгновением после Лю Лин Юй и трое глав появились в небе возле компании восходящего дракона. Но не только они ужаснулись в этот момент, когда Нин Ци начал повышать высвобождаемую ауру жетона, все в городе пришли в ужас. Это аура воина шестого ранга высокого класса и там такой больше одного. Самая слабая аура среди них в среднем классе. Глава Лю, что случилось, почему у нас в городе так много воинов шестого ранга? Патриархи Чинь Линичу посмотрели на девушку со следом неуверенности. Лю Лин Юй имела самый высокий уровень среди них, поэтому чувствовала ауру еще лучше. Все десять аур для нее были совершенно незнакомы, но она внезапно вспомнила кое о чем и решила спуститься к компании. Пойдемте туда и все узнаем, предложила Лю Лин Юй. Трое колебались, но последовали за девушкой. Когда же они спустились вниз на землю, то все находящиеся там прохожие сразу же узнали личности всех четверых. Патриарх Чинь, Патриарх Лини, Патриарх Чу, а также глава города Лю. Компания восходящего дракона невероятна. Я только что почувствовал исходящую из здания чрезвычайно мощную ауру. Это был Уинь. Сюда прибыли его старшие. Возможно, иначе зачем главе Лю приходить сюда лично? Жаль, я недостаточно силен. Нам всем нельзя войти в здание. Кто-то разочарованно завздыхал. Фэнс и вытер кровь с уголков рта, посмотрел на жетон в руки Нинцы и сказал. Оказывается, за твоей компанией стоят такие могущественные мастера. Тогда понятно, почему ты такой сильный. Глава 3819. Огненный цилин нирваны у нескольких старейшин семьи Фэн от страха позеленили лица. Они впервые видели, чтобы Фэнс и рвало кровью, а ведь его даже не били. Лишь достали жетон Саурой воинов шестого ранга. Вот только общая сила, сконцентрированная в нем, видимо, была настолько велика, что Фэнс и не смог выдержать давление. Значит, зря я волновался. Чу Тянь Сюань был в восторге, но тщательно скрывал свою радость, чтобы этого не заметил Фэнс и. Чин Хан и Линька переглянулись, увидев в глазах друг друга шок, но почти сразу они приняли про себя решение, ни в коем случае не становиться врагом компании восходящего дракона. В этот момент в помещение вошли четыре фигуры, толпа повернулась к ним и поспешно поклонилась, про себя ощущая легкое потрясение. Приветствуем главу города Лю и патриархов семей. Брат Фэн, ты? Патриарх семьи Чу посмотрел на Фэнсы вопросительным взглядом. Фэнсы чувствовал смущение, ведь его в таком нелепом виде увидели его сверстники. Аура исходит от этого жетона, взгляд патриарха Линь упал на предмет в руках юноши. Патриархи Чу и Чин отвели взгляд от Фэнсы и посмотрели на жетон восходящего дракона. Почему аура жетона не направлена на них? Сердитым голосом спросил Фэнсы. Сила была нацелена исключительно на него. Все остальные хоть и ощущали давление, но больше ничего. Старший Фэн, я забыл сказать вам, что этот жетон старшие создали специально для меня. Если кто-то ко мне относится враждебно, то аура внутри почувствует это. Нинцы убрал жетон и, как бы извиняясь, посмотрел на Фэнсы. Мужчина изумился, но после слабо рассмеялся. Видимо, твои старшие допустили ошибку, какие враждебные намерения у меня могут быть к тебе. Но, не дожидаясь ответа юноши, Фэнсы бросил взгляд на своих людей. Уходим. После чего он развернулся и спешно ушел, а люди семьи Фэн отправились вслед за ним. Фэнсы пришлось быстро вернуться в семью Фэн, чтобы залечить раны, так как в нынешнем состоянии трое других великих семей могли наброситься на него и оставить без шансов на победу. Старший Фэн довольно быстро ушел. Проворчал Нинцы. Чу Тянь Сюань и люди семьи Чу хотели рассмеяться, но Лю Линью и другие воины шестого ранга были здесь. Если они будут смеяться, их потом отругают, ведь их статус отличался от положения юноши. Зато теперь Фэнсы точно не захочет напасть на брата, уподумал Чу Тянь Сюань. Нинцы показал всем, что сила, стоящая за его компанией, может уничтожить не только всю семью Фэн, но и весь город Тянь Дин. Ты уинь? Верно. Я слышал от Тянь Сюань о тебе. Благодаря твоей помощи он смог заработать 20 миллиардов. За это я благодарю тебя. Патриарх семьи Чу в вежливой манере обратился к Нинцы. Старшему Чу не стоит быть столь вежливым, улыбнулся юноша. Нам повезло, что ты появился, ведь если бы то отродье Сюань Цзи не умер, а достиг воина шестого ранга, то семья Фэн подмяла бы все наши семьи под себя, рассмеялся патриарх Чинь. Чинь Хан состряпал кривую улыбку, про себя жалуясь на патриарха, который говорил это открыто. Как бы ни получилось, чтобы семья Фэн после этих слов затаила на них обиду. Патриарх Линь не был так прямолинейен, как патриарх Чинь, он лишь уважительно посмотрел на Нинцы. После недолгого разговора толпа получила незначительную информацию о происхождении Нинцы и его старших, что слегка их расстроило. Ну уже время позднее, нам пора заниматься своими делами, сказала Лю Линь Юй. После того, как старшие ушли, Чинь Хан и Линька пригласили Нинцы стать их гостем, но юноша отказался. Господа, у меня еще есть неотложные дела, я должен покинуть город Тянь Дин. Если вы решитесь продать те духовные сокровища, милости прошу обращаться к Фэй Линю. Он позаботится об этом. Нинцы посмотрел на небо снаружи, встал и обратился к оставшимся людям. Ты уходишь? Чу Тянь Сюань хотел было поговорить с юношей еще, но парень был тверд в своем решении. Господин, я, Фэй Янь хотел что-то сказать, но остановился. Ты в безопасности в городе Тянь Дин, никто не посмеет тебя тронуть, так что не волнуйся и занимайся моим поручением. Нинцы похлопал его по плечу, попрощался со всеми и резко исчез из виду. Когда Нинцы вернулся к маленькому двору, он не смог застать Фан Лин Мин и остальных, но Тзуши узнал, что они возвращались с ними все хорошо и они значительно повысили свою практику. Ему было немного обидно, но он собирался покинуть царство бога. Как только он был готов переместиться в Шэнь Ло, в стороне вдруг вспыхнул огненный свет. Он шатался из стороны в сторону, будто был пьян. Нинцы поманил пламя ко двору, и только тогда Тзуши и Чжаэру видели, что это была огненная целень. Что с тобой? Нинцы выглядел встревоженно. Целень застряла на уровне пика сферы пути и почти все время проводила в печи Тайшаня. Если раньше она обгоняла его по практике, то теперь он превосходил ее на целых две сферы. Ранее, когда он привел в царство бога своих людей, предложил целень покинуть печь и отправиться на поиски возможности совершить прорыв. Я съела слишком много сердец Целеня, и вот-вот достигну нирваны, прошептала огненная целень. Съела слишком много сердец Целеня? Сколько ты их слопала? Ой, около двух или трех сотен, вроде бы. Смущенно ответила огненная целень, а затем ее охватил сплошной столб огня. Спустя пару мгновений он погас и перед людьми, на месте зверя, появилось круглое яйцо. Я слышал, что только фениксы проходят через нирвану, как так получилось, что целени тоже сталкиваются с этим. Нин Цыпри задумался, поднимая с земли яйцо. Находясь за пределами двора, Цзян Паша был поражен произошедшим. Он знал, что в клане Целени существовала легенда, что только император Целени проходит через нирвану. Глава 3820. Возвращение в Шэнь Лоу клана Целени всего несколько сердец Целеня, но здесь их можно найти сотни. Неудивительно, что все хотят попасть сюда. К сожалению, Цзян Паша выглядел очень огорченным. Он находился в месте, в которое многие желали попасть, но был не в силах сделать даже шаг. Это чувство было для него настоящей мукой. В этот момент он заметил, как взгляд Нин Цыпи упал на них. Юноша в один шаг оказался возле демонической ливы и пристально уставился на Цзян Паша. Старик был сперва ошарашен, но затем нахмурился. Остальные на дереве вопросительно посмотрели на яйцо Целеня в руках юноши. Они слышали о нирване Целени в Шэнь Лоу, но никогда не видели этого. Сам по себе клан Целени очень малочисленный. Встретить их было очень сложно в девяти регионах, и только в области зарождения, там где рождались духовные сокровища, потенциально можно было увидеть одного Целеня. Я только что видел твое шокированное лицо. Видимо, ты знаешь, что произошло с огненной Целень. Почему бы тебе не рассказать всем нам, а мы послушаем? Спросил Нин Ци. Ты, видимо, ошибся, проворчал Цзян Паша. Лю Хуан, покажи ему, кто в доме хозяин, приказал юноша. В следующий момент ветви дерева начали безостановочно бить Цзян Паша по спине, снова и снова, заставляя старика испытывать сильную боль. Спустя сотню ударов тело Цзян Паша начало разрушаться под воздействием силы Лю Хуана. Старик осознал, что если все так продолжится, то он повредит свою основу и в итоге закричал. Стой, я скажу, скажу. Нин Ци с улыбкой поднял руку. Лю Хуан в последний раз ударил Цзян Паша, а затем прекратил. Я слышал от своего отца, что в роду Целени тот, кто проходит Нирвану, в будущем станет новым императором, поэтому, можно сказать, такой Целень уникальный для своего рода. Хрипло ответил старик. Хочешь сказать она, скорее всего, станет следующей императрицей Целени. Более чем вероятно, кивнул Цзян Паша, но затем опустил голову, пытаясь скрыть в глазах удивление. Ты все еще что-то от меня скрываешь? У Нин Ци был зоркий глаз. Он сразу заметил, что старик продолжает вести себя очень странно. Цзян Паша удрученно вздохнул и ответил. Клан Целени невероятно могущественный. Никто не знает, какого уровня достиг их нынешний император, но ходят слухи, что он является одним из старейшин Верховного Совета. Если он узнает, что ты схватил члена его клана, тебе не сбежать даже на край земли. Предок, ты, Цзян Тиньшу, резко разозлился. Зачем его дед рассказал об этом, ведь это явно была отличная возможность убить Нин Ци. Спасибо за информацию, улыбнулся юноша и силой мысли отправил яйцо Целеня в свой внутренний мир. Цзян Паша был прав в том, что клан Целени был потенциально опасен для него. Чтобы они ненароком ее не нашли, лучше держать ее внутри себя. После юноша со спокойной душой покинул царство бога, возвращаясь в секту лунного слона. Когда Цзян Тиньшу убедился, что Нин Ци ушел, он сразу обратился к Цзян Паша. Предок, зачем ты ему рассказал об этом? Он и без нас это знал, я лишь подтвердил его догадки. Так зачем мне было молчать? Фыркнул Цзян Паша. Но затем уже через звуковое послание объяснил всю ситуацию своему глупому внуку. Каждый император Целени должен пройти через Нирвану. Однако за последние бесчисленные годы в их роду не появлялся Целень, способный пройти Нирвану. В итоге весь род держится на старом императоре. С одной стороны, у них наконец появился новый будущий император, но с другой, как по-твоему они отреагируют, что их будущий глава связан контрактом с человеком? Они решат, что он предал свой род. Цзян Тиньшу быстро догадался. Скорее всего, Целени всегда считали нашу расу сродни букашкам. Как кто-то из нашего рода может быть связан с целым императором Целени. Я надеюсь, что нынешний император быстро найдет его и убьет, тогда мы будем спасены и у нас появится шанс достичь сферы императора небес. Секта Лунного Слона Нинцы провел всего пару месяцев в Царстве Бога. Когда он оказался в своей комнате и осмотрелся, увидел, что ни одна из защитных формаций не была повреждена, а значит, никто к нему не пытался вломиться. После юноша вышел на улицу. Никого? Осмотрев округу божественным восприятием, юноша не заметил присутствия Чжаолы, Чиньчжуна и Минсюна. В принципе, ничего удивительного, ведь в его отсутствии они занимались практикой. Сделав глубокий вздох, юноша направился к внешнему региону, желая проверить в каком сейчас положении Фэнцзюю. Вскоре он добрался до формации и с ее помощью оказался во внешней области. Как только он там оказался, осознал для себя, что число внешних учеников секты Лунного Слона было невероятно большим. В этот момент мимо прошла фигура, но, заметив юношу, почтительно поклонилась. Младший брат Янчжи Вэнь приветствует старшего брата. Привет, кивнул юноша и задал вопрос. Ты знаешь человека по имени Фэнцзюю? Фэнцзюю? Янчжи Вэнь странно посмотрел на Нинцы и после указал в сторону. Младший брат Зюю оскорбил старшего брата ту. В итоге тот позвал на помощь своего покровителя из внутреннего региона. Сейчас они, должно быть, избивают младшего брата Зюю. После чего Янчжи Вэнь с любопытством задал встречный вопрос. Старший брат, а ты знаешь младшего Зюю? Он задал этот вопрос, потому что ранее видел насколько Фэнцзюю был упрям. Видимо, у него также был покровитель из внутреннего региона. Глава 3821. Таковы правила, Фэнцзюю обидел старшего брата ту, что именно произошло. Нинцы нахмурился. Ничего особенного, просто каждый новый ученик должен заплатить старшему на своей горе за крышу. На той горе, куда был назначен Фэнцзюю, старшим является ученик ту, мастер в полушаге от сферы нирваны. Брат Фэнцзюю должен был встретиться с ним и доложить о своем прибытии, но в итоге закрылся и занялся практикой. В конце концов, из всех, кого заселили на ту гору, он один не встретился со старшим братом ту. Старший также не стал его ждать и лишь послал человека к нему, чтобы тот поинтересовался, что случилось. Но кто бы мог подумать, что человек старшего ту будет избит Фэнцзюю. И тогда старший брат ту лично пошел к Фэнцзюю, но тоже проиграл. Нинцы догадался, чем все закончилось. Янь Чживы не удивился догадливости юноши и сразу же кивнул. Так и было, Фэнцзюю оказался сильнее, поэтому старшему ту ничего не оставалось, как позвать своего покровителя. Ты знаешь, где они сейчас? Отведи меня туда, пожалуйста, попросил Нинцы. На лице Янь Чживы не промелькнул страх. Старший брат, просто иди в ту сторону и встретишь всю группу старшего брата ту. Я не хочу ввязываться в это, с моей низкой практикой мне с трудом удалось стать внешним учеником. Ладно, большое спасибо за помощь. Янь Чживы постоял на месте, наблюдая за удаляющейся спиной юноши, но в итоге не смог побороть любопытство. Он хотел узнать, кто победит, из-за чего пошел следом за Нинцы. Фэнцзюю, пускай ты силен, но ты лишь новичок в секте. Повторяю тебе, правила секты нужно соблюдать, никому не позволено их игнорировать. Мужчина средних лет равнодушно смотрел на Фэнцзюю, позади него была большая группа внешних учеников, а сбоку стоял юноша со сложенными за спину руками, который излучал ауру сферы Нирваны. Хотя секта лунного слона была высшей, число внутренних учеников было небольшим. Большинство из них на уровне Нирваны, лишь единицы принадлежали сфере постоянства и вечности. Большую часть мастеров Пятого Царства секта принимала как старейшин или учеников-наследников. Я пришел в секту, чтобы тренироваться, а не льстить и целовать задницы таким, как ты, Туваньли. Ты всего лишь мастер перерождения, мы с тобой равны. С чего мне следовать этим идиотским, выдуманным вами же правилам? Нахмуренный Фэнцзюю закричал на Туваньли, после чего посмотрел на юношу по имени Налан Мин с нескрываемым презрением. Он понимал, что у него всего два варианта. Либо сдаться и склонить голову, либо все закончатся дракой, но независимо от результата, он окажется в минусе. Какой же бред ты городишь, Туваньли громко рассмеялся, кто бы ни пришел в секту лунного слона, даже с учетом равной практики, статус у всех может быть разным. Ты из региона границы, а я местный, поэтому ты должен следовать моим правилам, ведь без них секта погрузится в хаос. Ты меня понял? Старший брат ту прав. Из-за таких, как ты, нет порядка в секте, даже старшего брата Налан побеспокоил. Теперь тебе точно придется опуститься на колени и вымолить прощение, иначе худо будет. Группа учеников, стоявшая позади Туваньли, начала кричать на Фэнцзюю. Стоявшие в стороне мастера, прибывшие из других регионов, слегка побледнели, но никто ничего не сказал против. Ведь коренные жители региона зарождения имели здесь преимущество в статусе, а с этим никак нельзя было тягаться. Правила тебе уже разъяснили, теперь осталось выбрать два из предлагаемых мною вариантов. Первый, встать на колени и извиниться, или второй, победить меня. Если сможешь, то подчиняться правилам тебе больше не нужно будет и никто во внешнем регионе тебе и слова не скажет, объявил Налан Мин. Старший брат Налан, ты в сфере нирваны, а я только в перерождении. Разница между нами огромна, как я могу победить тебя? Ты, старший, но запугиваешь младших, возразил Фэнцзюю. В секте лунного слона никто не использует эту отговорку, все решает сила и если у тебя ее недостаточно, то тогда тебе придется соблюдать правила, согласен? С насмешкой сказал Налан Мин. Старший брат Налан, Цзюю слишком упрям, позволь мне с ним разобраться. В этот момент к Налан Мину подошла фигура. Дихо, это не твое дело, холодно отказал Туваньли. Дихо слегка рассмеялся и перевел взгляд на Фэнцзюю. Цзюю, не упрямься, извинися, все закончатся, хотя у тебя хорошие отношения со старшим братом, он сейчас во внутреннем регионе и неизвестно вспомнит ли вообще о тебе. Брат Ди, не стоит меня переубеждать, если я склоню голову, мое сердце никогда не сможет этого принять, покачал головой мужчина и обратился к Налан Мину. Старший брат Налан, давайте начнем. Хе-хе, Налан Мин слегка рассмеялся и вмиг оказался перед Цзюю, после чего хлопнул ему по плечу. Ноги Фэнцзюю резко почувствовали на себе сильное давление, мужчина почти упал на колени, но справился с тяжестью и непоколебимо пытался удержаться на ногах. А во, какой упрямый, ухмыльнулся Налан Мин, но не отступил, продолжая давить на Цзюю с еще большей силой. С каждой секундой колени мужчины приближались к земле на несколько дюймов. Толпа вокруг сочувствовала Цзюю, ведь Налан Мин специально медленно опускал его на колени, чтобы тот почувствовал отчаяние. Фэнцзюю испытывал сильное унижение, но, когда уже собирался упасть коленями на землю, рядом с ним появилась фигура и хлопнула ладонью по плечу его обидчика. Налан Мин с грохотом упал и так получилось, что сам оказался на коленях перед тем, кого хотел склонить к земле. Глава 3822. Установленные порядки нерушимы Фэнцзюю почувствовал, как его тело стало снова легким, а все прошлое давление словно рукой сняло. Мужчина выпрямился и с удивлением посмотрел на Нинцы, старший. Что происходит? Толпа со страхом в глазах уставилась на появившегося из ниоткуда юношу, опустившего одним движением Налан Мина на колени. Подобное было возможно, по крайней мере, только если он в сфере постоянства. Туваньли нахмурился, а когда начал рассматривать Нинцы, ощутил чрезвычайно страшное давление, что мигом его напугало. Округа погрузилась в гробовую тишину, и даже Янь Чживынь, который еле успел добраться сюда, остолбенел от увиденного. Я только что услышал от тебя, что раз он слабее, то должен следовать правилам какой-то местной шпаны. Нинцы оглядел толпу и его взгляд, наконец, остановился на юноше, стоящем на коленях перед ним. Лицо Налан Мина позеленело, с того момента, как его прибили коленями к земле, он пытался встать, но ужасающее давление лишало его возможности даже пошевелиться, не то что встать на ноги. Кто ты? Я тоже внутренний ученик, который недавно вступил в секту Лунного Слона, так что мне вдруг стало интересно, а должен ли я выразить свое уважение старшему брату Налан? Улыбнулся Нинцы. Новичок мысли Налан Мина забегали и он сразу же догадался о том, кто находился перед ним. Он знал, что юноша не был из региона зарождения, а был невероятно талантливым мастером региона границы. Если во внутреннем регионе узнают, что его поставил на колени парень из ничтожного региона, то все будут смеяться над ним. Так как Налан Мин молчал, Туваньли и другие тоже держали рот на замке. Нинцы рассмешила эта сцена. Ха-ха, чего вы все испугались? Давайте разойдемся и забудем об этом недоразумении. Как только юноша договорил, Налан Мин почувствовал свободу, затем молча встал, бросил на Нинцы ледяной взгляд и ушел. Туваньли и остальные с тревогой на лице старались сделать вид, словно их тут нет. Пойдем, посидим у тебя дома, предложил Нинцы, поворачиваясь к Фэнцзюю. Мужчина резко пришел в себя и поспешно сказал. Старший, сюда, пожалуйста. Хотя к другим ученикам Фэнцзюю не собирался относиться как к старшим, но Нинцы для него сделал очень много и он не мог проявить неуважение. Цзюю, старший брату, подождите меня. Дихо поспешно последовал за ними. Только после того, как группа Нинцы исчезла из поля зрения, Туваньли и его люди начали приходить в себя. Остальной народ, посчитав, что атмосфера была уж слишком гнетущей, решил разойтись, чтобы ненароком не разозлить группу старшего ту. Старший брат ту, откуда Фэнцзюю знаком с таким сильным внутренним учеником. Я заметил, что многие внешние ученики из других регионов украдкой насмехались над нами. Нам нужно срочно подчинить их всех и показать, кто здесь хозяин. Старший брат ту, старший брат Налан из-за тебя опозорился, это большая проблема. Выслушивая непрерывное мнение толпы, лицо Туваньли стало выглядеть еще уродливее прежнего. В конце концов, ему надоело их слушать и он закричал. Заткнитесь. Правила секты нарушать нельзя, не мы их установили. Они существуют еще с тех пор, как нынешние старейшины были учениками, так что... Он посмотрел в ту сторону, где находился дом Фэнцзюю и неожиданно надменно рассмеялся. Мы так просто этого не оставим. Старший брат ту, что ты задумал? Толпа посмотрела на мужчину средних лет, но почти все они догадывались, что взбрело ему в голову. Пик старейшин секты Лунного Слона Налан Мин подошел к входу во дворец с угрюмым видом и обратился к двум охранникам. Я Налан Мин, хочу увидеть старейшину Сюэ Цингуэна. Старший брат Налан подожди минутку, сказал один из охранников, после чего вошел во дворец. Вскоре он вышел и поманил Налан Мина к себе. Старейшина Сюэ согласился принять тебя, но тебе придется подождать около часа. Большое спасибо. Следующий час показался Налан Мину невероятно долгим. В его голове то и дело всплывала картина, как его прибивает коленями к земле ладонь Нинцы. Каждый раз, вспоминая об этом, гнев, зародившийся в его сердце, распалялся с новой силой. Спустя примерно час Сюэ Цингуэн вошел в приемную для гостей и равнодушно посмотрел на юношу. Зачем я тебе нужен? Налан Мин сразу же рассказал ему о том, что только что произошло. Старейшина Сюэ, такое правило существует уже очень давно. Как мы, люди региона зарождения, можем терпеть произвол практика из низшего региона. Он нарушил правила, просто потому что сильнее меня. Я потерял достоинство на глазах у толпы внешних учеников из других регионов, что равноценно сильной пощечине для всех местных. Его нужно строго наказать. Ты говоришь о Уине, верно? Когда проводили вступительный экзамен, я даже с техникой тела лунного слона не смог с ним справиться. Но разве можно все так оставлять? Разгневанный Налан Мин не желал вот так отпускать своего обидчика. Он пришел к Сюэ Цингуэну не просто так, а потому что старик также затаил обиду на нинцы. Он, как внук заместителя главы секты Сюэ Цзяня, имел хорошие отношения со всеми старейшинами. Если он сможет найти старейшину сферы вечности, то поставить на место одного выскочку будет несложно. Естественно, я не могу оставить это без внимания, правила секты нельзя нарушать. Пойдем со мной, встретимся со старейшиной Юнь. Он всегда серьезно относился к правилам, поэтому точно примет во внимание случившееся. Старейшина Юнь, потомок императора небес их секты. Этот самый император был духом таинственного царства, рожденный из облака и обладающий поразительным талантом. Десять тысяч лет назад мастер был на шестой стадии императора небес и, вероятно, к нынешнему времени достиг седьмой стадии. Глава 3823 Не очень хороший поступок спустя небольшой промежуток времени Сюэ Цингуэн и Налан Мин встретились с нужным им старейшиной. Старейшина Юнь невероятно красивый, как и говорили многие, подумал про себя Налан Мин, рассматривая мужчину, которого было тяжело отличить от очень красивой женщины. Поскольку старейшина Юнь редко появлялся, многие внутренние ученики его никогда не видели. Для самого Налан Мина эта встреча была первой. Младший брат Сюэ, ты говоришь, что кто-то нарушает правила нашей секты лунного слона. Юнь Буфань слегка нахмурился, выслушав Сюэ Цингуэна. Так и есть, я еще на вступительном экзамене понял, что с ним будут проблемы. Он вступил в секту менее чем полгода назад, а уже начал бедокурить. Он из региона границы и если другие узнают, что он унижает местных, то как наша секта сможет сохранить свою репутацию? Высказался Сюэ Цингуэн. Налан Мин, ты уверен, что не подлил масла в огонь? Причина инцидента, как мне кажется, совсем отличается от того, что сказал младший брат Сюэ. Юнь Буфань посмотрел на Налан Мина очень острым взглядом. Старейшина Юнь, я бы не посмел. Все, что сказал старейшина Сюэ, абсолютная правда. Признался Налан Мин, поспешно кланяясь. Налан Мин собирался проучить внешнего ученика, который нарушал правила, но уинь, полагаясь на превосходство в практике, заставил Мина перед всеми младшими встать на колени, а ведь там многие были из других девяти регионов. Сердито пробубнил Сюэ Цингуэн. Юнь Буфань внезапно рассмеялся. Хорошо, мне придется разобраться в этом. Отведите меня к тому новичку, я хочу увидеть, насколько его физическое тело сильное. Сюэ Цингуэн после этих слов стал уверен почти наверняка, что с помощью этой суматохи он сможет преподать нинцей урок, а если получится, то выпрет парнишку из секты. Внешний регион. Тувань Ли и его подчиненные вскоре увидели вернувшегося Налан Мина, но на этот раз он был не один, перед ним стояли две фигуры, с которыми все были хорошо знакомы. Приветствуем старейшину Юнь, старейшину Сюэ. Группа под предводительством Тувань Ли низко поклонилась. Когда остальные внешние ученики увидели это, поспешно последовали их примеру, отдавая знак уважения старшим. Сперва они не среагировали, потому что ни разу не видели старейшину Юнь. Сюэ Цингуан и Юнь Буфань оба были высокомерными людьми. На приветствие младших они даже бровью не повели. Налан Мин сделал несколько шагов вперед и холодно посмотрел на Тувань Ли. Где он? Тувань Ли почувствовал холодок, пробежавший по спине. Он понял, что Налан Мин был зол на него, но все же поспешил дать ответ. Он дома у Фэн Цзюю. О! Взгляд Налан Мина немного смягчился, а Тувань Ли решил, что нужно как-то загладить свою оплошность, поэтому поспешил проводить старших к дому Цзюю. Вскоре толпа добралась до горы, где среди бесчисленного множества внешних учеников было трое мастеров Пятого Царства. Уинь, старейшина Юнисю и хотят видеть тебя. Выходи! Налан Мин закричал в сторону двери дома Фэн Цзюю. Внутри дома Фэн Цзюю и Дихо занервничали, как только услышали слово старейшина, в их сердцах появилось плохое предчувствие. Я не ожидал, что Налан Мин такой бессовестный, он серьезно сразу пошел жаловаться старейшинам. Дихо испытывал презрение к такому человеку. Конечно, он предполагал, что Налан Мин отомстит, но не думал, что так скоро. Старший, я всю эту кашу заварил, мне и расхлебывать. Фэн Цзюю взглянул на Нин Цзю, сделал глубокий вздох и решил выйти первым из дома. Это просто старейшины, почему вы все трясетесь от страха? Улыбнулся юноша. Как только Юнь Буфани Сюи Цзюн Гуан оказались во внешнем регионе, он почувствовал их ауры. Один был в сфере постоянства, а другой – в вечности. Оба этих старейшины не могли никаким образом взволновать его, ведь сейчас только Император Небес имел над ним превосходство. Как только Нин Цзю задал вопрос, снаружи раздался грохот и входная дверь дома Фэн Цзюю была выбита, после чего раздался голос Сюи Цзюна. Уинь, выходи, не прячься. Пойдем, поздороваемся, рассмеялся юноша и пошел к выходу. Дихо планировал отсидеться, но Фэн Цзюю встал, схватил его за руку и потащил наружу, при этом шепча. Брат Ди, да ты не волнуйся, тебе нечего бояться. Тогда отпусти меня, подумал Дихо с горечью на сердце. Парой секунд после Нин Цзю показался у входа в дом, взгляд Юнь Буфаня вмиг остановился на нем, но почти сразу его лицо исказил след испуга. Правда Цзюн Гуан не заметил этого, потому что ему было не под силу определить нынешнюю практику юноши, он все еще считал его мастером постоянства. В конце концов, Нин Цзю вступил в секту лунного слона всего несколько месяцев назад, у него и в мыслях не было, что за такой короткий срок можно достичь сферы вечности, да к тому же еще и пика этого уровня. Налан Мин смотрел на Нин Цзю с ухмылкой. Сегодня парень заставил его потерять достоинство, в отместку за это он тоже хочет увидеть, как парня унижают на глазах у всех. Только тогда он сможет избавиться от гнева в своем сердце. Нин Цзю взглянул на валяющиеся у входа щепки, оставшиеся от двери, покачал головой и обратился к Сюэ Цзюн Гуану. Старейшина Сюэ, вы уничтожили казенное имущество секты на глазах у младших, это не очень хороший поступок для такого, как вы. Сюэ Цзюн Гуан собирался отругать мальчишку, ведь как он мог терпеть такое от него? Туваньли и другие смотрели на происходящее в растерянности. Они думали, что когда Нин Цзю увидит двух старейшин, то склонит голову и признает свою ошибку, или хотя бы испугается. Но что в итоге? Нин Цзю прямо на глазах у всех отчитал Сюэ Цзюн Гуана. Глава 3824 Игнорирование правил Уинь Я знаю, что у тебя острый язык, но ты сам нарушил правила секты и оскорбил своего старшего брата. Согласно правилам, я могу исключить тебя из секты лунного слона. Холодно упрекнул Сюэ Цзюн Гуан. Налан Мин с широкой улыбкой и провокационным взглядом уставился на Нин Цзю, как бы спрашивая у него. Осмелишься ли ты встать на колени перед всеми ради того, чтобы остаться в секте? Хотя дело довольно запутано, но старейшина Сюэ и Юнь должны справиться с этим парнем. Когда все закончатся, нужно будет попросить прощения у Налан Мина и о произошедшем можно будет забыть, подумал про себя Тувань Ли. Нарушение правил? Это какие правила я нарушил? Нин Цзю сделал вид, что удивился. Ты только вступил в секту и, как человек региона границы, посмел оскорбить людей региона зарождения. Уже одного этого достаточно, чтобы вышвырнуть тебя, выкрикнул Сюэ Цзюн Гуан. Старейшина Сюэ, осмелюсь спросить, а на какой странице такое правило написано? Почему-то я никогда его не видел, вы его случайно сами там не выдумали? Рассмеялся Нин Цзю. В глазах Сюэ Цзюн Гуана промелькнул гнев. Подобное правило действительно не было регламентировано, но каждый ученик должен его соблюдать. Увидев, что юноша пытался отвертеться, он повернулся к Юнь Буфаню. Старший брат Юнь, он меня совсем не хочет слушать, помоги. Юнь Буфань с нахмуренным видом обратился к Нин Цзю. Ты в сфере вечности? Да, вечность, как это возможно? Налан Мин и Сюэ Цзюн Гуан изменились в лице одновременно, а Тувань Ли со своими подчиненными не поверил этому. Как внутренний ученик оказался в сфере вечности? Когда старший совершил прорыв, в глазах Фэн Цзюю отразилось удивление. Кажется, решить эту проблему теперь будет нетрудно. Изначально волнующийся Дихо постепенно начал успокаиваться. Старший брат Юнь. Должно быть, ты ошибся. Когда он вступил в секту, то был только на средней стадии постоянства. Как он мог достичь вечности за пару месяцев? Цзюн Гуан покачал головой. Но он действительно мастер вечности, сказал Юнь Буфань с помощью звукового послания, пребывая при этом в замешательстве. За несколько месяцев из постоянства в вечность. Через что нужно пройти, чтобы получить такую сумасшедшую скорость практики? Он, в самом деле, в сфере вечности, выражение лица Сюй Цзюн Гуана внезапно переменилось, и он посмотрел на Юношу со следом ужаса, но в сердце был непримирим и не желал верить в это. Даже если ты теперь в вечности, нарушать правила секты запрещено. Либо ты извинишься перед Налан Мином, либо я преподам тебе урок на глазах у внешних учеников, заявил Юнь Буфань. Какая разница, что парень достиг вечности? Он провел в этой сфере много лет, мальчишка не сможет ему ничего сделать. Правда факт в том, что практика Юнь Буфаня позволила только увидеть реальный уровень Нинцы, но никак не силу. Он совершенно не мог разглядеть на какой стадии был юноша. Старейшина Юнь, вы мне не противник. Если вы хотите проучить меня, то это неизбежно принесет вам проблемы, а я безо всякой причины не хочу драться, сказал Нинцы. Юнь Буфань опешил, а Сюй Цзюн Гуан посинел от слов мальчишке, который явно хотел дать всем понять, что он, приезжий новичок, был лучше. Высокомерный. Даже если ты достиг сферы вечности, то против такого, как старший брат Юнь, у тебя нет ни шанса. После того, как тебя проучат, я обязательно доложу заместителю главы Сюэ, пусть он выгонит тебя из секты, крикнул Сюй Цзюн Гуан. Если бы Нинцы был все еще в сфере постоянства, то он мог бы сам выгнать юношу, но если он в сфере вечности, то единственные, кто имел право исключить такого мастера, это глава и его заместитель. Сначала по вашим убеждениям я нарушил правила, теперь стал высокомерным и заносчивым. С чего мне извиняться, когда первого я не делал, а второе объясняется моей силой. Холодно улыбнулся Нинцы. В следующее мгновение аура Вечности вмиг вырвалась из его тела, она была подобна ударной волне, что застигла врасплох Сюй Цзюн Гуана, тем самым отбросив старейшину в сторону. Стоявшему позади Налан Мину повезло еще меньше, давление ударило ему в грудь, все вокруг закружилось и он упал на землю, тяжело откашливаясь. Многие поспешно отошли, потому что находиться поблизости было опасно. Только Юнь Буфань был в норме, правда его потрясла аура Нинцы, что заставило его сделать дюжину шагов назад. Великая завершенность Вечности. Эта аура была ему хорошо знакома. Он на пике Вечности. Тувань Ли предчувствовал что-то плохое и зловещее. Мастер пика Вечности, все равно что практик в полушаге от сферы Императора Небес. Против такого сможет что-то сделать разве что только равный ему противник или более сильный. Все подобные эксперты в их секте числятся как ученики-наследники, и если юноша таким станет, то даже он не посмеет тронуть Нинцы. Как это возможно? Сюй Цзюн Гуан выпрямился и уставился на Нинцы. На этот раз шок, который он испытывал, был еще больше прежнего. Конец. Налан Мин ошеломленно встал с земли и, глядя на юношу, почувствовал сожаление за свое прошлое безрассудство. Ему нужно было сначала выяснить реальную силу Нинцы, а уже после предпринимать следующий шаг. Сюй Цзюн Гуан, что там в правилах говорится, если такой, как ты, решил полезть на такого, как я. Поинтересовался Нинцы. Старейшина потерял дар речи, испытывая злость. Поскольку ты на пике вечности, многие правила к тебе не относятся, сказал Юнь Буфань, после чего сразу ушел. Сюй Цзюн Гуан стиснул зубы и молча последовал за ним. Налан Мин также побоялся остаться, он поспешил следом за старейшинами. «Я видел, как вы ранее ухмылялись, думали, что меня проучат двое старейшин». Взгляд Нинцы остановился на группе Туваньли, глава 3825. Врать плохо тело Туваньли одеревенело до невозможности, на лбу выступил холодный пот, под грозным взглядом Нинцы ему едва удавалось дышать, не то чтобы говорить. С. Старший брат. Спустя пару секунд мужчине удалось изо всех сил справиться с давлением юноша и он начал просить пощады. Все, что произошло раньше, недоразумение, пожалуйста, будьте великодушны, старший брат. Есть то, на что я не могу закрыть глаза, но если ты отдашь свой дом Фэн Цзюю, то на этот раз я прощу тебя, сказал Нинцы. Отдать свой дом Туваньли продолжал обливаться ледяным потом, испытывая сильное унижение. Если он отдаст свой дом, это будет концом его репутации во внешнем регионе, но отказаться он также не мог, ведь у мастера пика вечности найдется куча способов расправиться с ним. Хорошо, я отдам свой дом, Туваньли, наконец, принял решение и после почувствовал, что давление, сосредоточенное на нем, исчезло. Затем Туваньли с позором покинул свой дом и поселился неподалеку. Фэн Цзюю переехал в свои новые апартаменты. Пещера Туваньли отличалась от той, в которой он жил ранее. Одной только духовной энергии внутри формировалось гораздо больше. Подчиненные Туваньли боялись сказать что-то в упрек действиям юноши. Они лишь окончательно для себя убедились, что лезть к Фэн Цзюю им ни в коем случае нельзя. «Цюю, я возвращаюсь к себе, если что-то случится, дай знать», — сказал Нин Цзюю. Старший, вы не хотите еще немного тут остаться? Фэн Цзюю не хотел, чтобы юноша уходил. Нин Цзюю махнул рукой и мгновенно исчез на глазах у всех. «Цюю, тебе чертовски повезло, что старший решил покровительствовать тебе, думаю, теперь в секте лунного слона никто не станет лезть к тебе просто так», — с некоторой завистью сказал Дихо. «Да», — пробормотал Фэн Цзюю, погружаясь в воспоминания о том, как он встретил Нин Цзюю. Старший, меня зовут Янь Чживынь, когда старший брату пришел во внешний регион, именно я показал ему дорогу к вам, перед Фэн Цзюю и Дихо внезапно появилась фигура. Правда, в глазах Дихо появился намек на подозрение. Янь Чживынь, посмеиваясь, проигнорировал Дихо, продолжая разговор с Фэн Цзюю. «Я слышал, что в скором времени в Царство Бога будет отобрана группа мастеров перерождения Царства Бога. Глаза Дихо и Фэн Цзюю загорелись одновременно. Эх, жаль, что старший ушел», — огорченно вздохнул Фэн Цзюю. «Не переживай, когда придет время отправляться в Царство Бога, секта проведет соревнование. Я лишь надеюсь, что ты справишься, и сможешь на мои пару сотен миллионов купить как можно больше духовных сокровищ, чтобы в Шэнь Ло я их перепродал», — улыбнулся Янь Чживынь. «Младший брат Янь, а ведь это хорошая идея». Обрадовался Дихо и повернулся к Фэн Цзюю. «Брат Цзюю, у меня завалялась примерно пара сотен миллионов, если у тебя получится войти в Царство Бога, то надеюсь, ты накупишь всего побольше, а когда вернешься мы с тобой разделим прибыль, тебе 60, мне 40». Фэн Цзюю немного смутился и тихо сказал. «Думаю, покупать что-то самостоятельно не разрешат, мне придется следовать приказу секты. Да о чем ты? Каждый, кто входит в Царство Бога, обязательно берет с собой как можно больше денег и использует выпавший шанс по максимуму, иначе такая возможность пропадет почем зря». Янь Чживынь возразил и после добавил, «Я тоже отдам тебе 60%, мне хватит 40». «Ладно, достаточно, пока еще рано все обсуждать». Фэн Цзюю хотел уже закончить эту тему, но про себя размышлял, получится ли у него попасть в Царство Бога. «Даже если старший порекомендует меня, я очень слаб, в сравнении с другими учениками высшей секты», – подумал мужчина, испытывая легкое разочарование. После того, как Нинцы вернулся во внутренний регион, у входа в свой дом он встретил трех незнакомцев. Они имели слабую ауру и носили одежду учеников-слуг. Как только трое увидели юношу, сразу же почтительно поклонились. «Теперь вы мои помощники?» Нинцы с приподнятыми бровями осмотрел троих, а где Джалы и остальные. «Старший брат, нас направили сюда старейшины. Что касается других учеников-слуг, то нам об этом ничего не известно», – ответил один из учеников-слуг. Лицо Нинцы потемнело. «Даже если старейшины собирались поменять слуг, то они должны были хотя бы дать мне знать, что происходит. Старший брат, мы трое ничего не знаем», – развели руками трое слуг. «О, разве это не старший брату?» Неподалеку из своего дома вышел Лю Муцин. Когда он увидел Нинцы, на его лице заиграла надменная улыбка. Нинцы посмотрел на него, затем на трех слуг, и вдруг спросил. «Лю Муцин, а куда делись мои слуги?» «Да я то откуда?» Лю Муцин хотел сказать, что не знает, но не успел закончить, как рука Нинцы опустилась ему на плечо. «Брат Лю, врать плохо, правда всегда выльется наружу, поэтому нужно говорить только правду», – прокомментировал юноша. «Да ты». Лю Муцин был взбешен, а трое учеников-слуг запаниковали, увидев происходящее. Он в край обнаглел, прям в открытую нападает, я даже не успел среагировать. Выругался про себя Лю Муцин, но решил ответить на слова по-другому. «Твои трое слуг оказались заядлыми ворами, украли чужие духовные травы с поля. Их всех отправили на пик учеников-слуг, где они получат свое наказание. Если я узнаю, что это связано с тобой, Лю Муцин, даже если у тебя чудовищное происхождение, я унижу тебя на весь внутренний регион», – Нинцы пригрозил парню, после чего хлопнул ему по плечу и исчез. Глава 3826 Обман Лю Муцин задрожал от ярости, но вспомнив последние слова юноши, резко усмехнулся. В секте ученики-слуги находятся в самом низу иерархии, поэтому любое их преступление карается тяжким наказанием. После этих слов он заметил, что три его служанки выглядели напуганными. Мужчина со злобной улыбкой спросил их. «Чего вы испугались?» «Не, ничего». Все трое быстро покачали головами, как погремушки. Вик учеников-слуг Нинцы, одетый в форму внутреннего ученика, прошел весь путь беспрепятственно, и никто не остановил его. Когда он подошел к главному залу пика, там его встретил старейшина, отвечающий за управление слугами во всем регионе. «Кто вы?» Спросил старейшина, чья практика была сравнима с Сюецингуэном. Вокруг него стояли несколько его подчиненных. Их уровни также были невысоки, всего лишь четвертое царство. Внутренний ученик Уинь, представился юноша, а затем задал встречный вопрос. «Мои трое слуг были отправлены сюда, но я думаю, произошла какая-то ошибка. Я надеюсь, что вы позволите мне забрать их». «Произошла ошибка?» Старейшина пика слуг слегка нахмурился. «О чем вы говорите?» «Можете ли вы все объяснить подробнее?» «Мне сказали, что мои слуги украли чью-то духовную траву», — ответил юноша. «А, старик сразу все понял и покачал головой. У нашего пика слуг строгие правила. Воровство заслуживает строжайшего наказания. Простите, но ничем не могу помочь. То есть разбираться вы не будете в том, что случилось. Во время моего отсутствия моих слуг просто забрали. Даже если они на самом деле совершили преступление, то кто-то же должен мне хоть что-то объяснить. Я думаю, вы, как старейшина, должны лучше меня разбираться в правилах секты. Разве я не прав?» Более строгим голосом спросил Нинцы. «Все слуги находятся под управлением моего пика. Поскольку они решились на воровство, то за их преступление отвечать придется мне и наказывать их буду. Также я, вы с этим уже никак не связаны, верно?» «Старейшина фан, перестаньте обращать внимание на этого парня. Неужели каждый может вот так прийти к пику слуг и говорить, что вздумается?» Со стороны группы медленно шла женщина, которая с отвращением посмотрела на Нинцы. «Могу я узнать, как к вам обращаться?» Юноша перевел взгляд на появившуюся особу. Женщина усмехнулась. «Зовите меня старейшина Лун. Ты новый внутренний ученик, верно?» «Тебе так понравились те трое слуг, поэтому ты решил прийти сюда?» «Я думаю, что кто-то решил подставить моих слуг. Предлагаю вам позвать их сюда, я хочу лично расспросить их о случившемся. Если они, на самом деле, что-то украли, то я не буду больше вас беспокоить», заявил Нинцы. «Ты издеваешься? Думаешь, что любой вот так может прийти сюда и требовать с нас?» Прежде чем старейшина Лун успела договорить, внезапно заметила устрашающую ауру, исходящую из тела Нинцы, что резко придавило ее к земле. Сфера Вечности. Старейшины фан и Лун посмотрели друг на друга. В глазах обоих стоял страх. «Так это ты». Спустя мгновение старейшина Лун внезапно кое-что вспомнила и указала на Нинцы своим тонким указательным пальцем. «Вы узнали меня?» Улыбнулся Нинцы. «Ранее ты победил Свецингуана одним ударом. Как бы я могла тебя забыть, но я помню ты был лишь в сфере постоянства, а теперь...» Женщина выглядела запутанной. Он победил старейшину Свецингуана одним ударом. Старейшина фан был ошеломлен, но затем на его лице заиграла легкая улыбка. «Получается, он проиграл тебе». «Старейшины, хотя мои слуги не отличались высоким уровнем практики, они не стали бы красть чужие духовные травы. Это произошло во время моего отсутствия. Возможно, кто-то злонамеренно подставил их, поэтому я прошу вас позвать их сюда. Во всяком случае наказание никуда не убежит. Вы сможете сделать это в любое время», — предложил Нинцы. Старейшина Лун выглядела недовольной от такого требовательного отношения, но в этот момент старейшина фан решил все за нее, отдав приказ стоявшим позади подчиненным. «Ступайте, приведите их сюда. Есть». Подчиненные развернулись и ушли. «Старейшина фан, ты уверен?» — спросила нахмуренная женщина. «Он дважды победил Свецингуэна, я обязан отдать ему должное. Более того, мне самому кажется, что те трое не стали бы ничего красть», — прошептал старик. «Получается, он враждовал с Цингуэном?» Нинцы подметил для себя этот факт и с уважительным видом выразил свою благодарность старику. «Старейшина фан, спасибо за ваше желание достучаться до правды». Старейшина Лун поняла, что уже ничего не изменишь, поэтому просто замолчала. Вскоре подчиненный старейшины фан вернулся с тремя окровавленными фигурами. Все трое слуг выглядели вялыми, их взгляды казались расплывчатыми, видимо, они много настрадались. Только когда они увидели Нинцы, их взгляды стали более четкими, а на лицах появился взволнованный вид. А старейшина Лун слегка удивилась. Она предполагала, что юноша пришел за тремя слугами, только потому что они были тремя красавицами, но оказалось, что даже одна единственная девушка, Джа Луи, выглядела совершенно обычно. «Мне сказали, что вы украли духовную траву, что произошло и как это получилось». Нинцы перешел прямо к делу, когда трех слуг подвели к нему. Мин Сюн взволнованно сказал, «Старший брату, да зачем нам что-то красть? Мы уже не первый год в секте и знаем, какое наказание за этим следует». «Когда вы были заняты тренировками, к нам пришел старший брат Лю и попросил помощь на своем духовном поле. По какой-то причине на поле я потерял сознание, а когда пришел в себя, то уже был на пике слуг, закованный в цепи». Старейшины Лун и Фан сразу же задумались над словами юноши. «Если он сказал правду, то в этой ситуации явно было что-то не так. Брат Лю, ты о Лю Му Цине?» Лицо Нинцы помрачнело. «Ага», — кивнула Джаоли. Старейшины, Лю Му Цин постоянно пытается строить против меня козни. «Я уже догадываюсь, что произошло. Победить меня в бой он не может, поэтому решил подставить моих слуг, чтобы хоть как-то насолить мне». Юноша быстро пришел к такому умозаключению. Старейшина Фан слегка кивнул и посмотрел на своих подчиненных. Когда их троих схватили, они были в обмороке на духовном поле. Один из подчиненных вынул нефритовый лист, осмотрев его, он тут же кивнул. Старейшина Фан, это правда, они были в обмороке. Глава 3827. «Я пришел избить тебя. Проверьте еще раз, кто привел их на пикс-лук, я не верю, что кто-то из моих подчиненных совершил такую грубую ошибку». Все трое упали в обморок на духовном поле и их выставили ворами. Почему никто не подумал, что это странно? Старейшина Фан выглядел так, будто был готов взорваться от злости. Старейшине Лун тоже не понравилось то, что она услышала, и ее взгляд сосредоточился на старейшинах-слугах, что стояли перед ними. Старейшина Фан всех троих привел брат Лун. Меньше чем за пару минут удалось узнать, кто схватил троих слуг и привел сюда. Им оказался прямой потомок старейшины Лун. «Вы это про Лун Хаотеня?» Женщина на мгновение застыла, ее лицо посинело от злобы, а затем она сердито рявкнула на фигуру, которая украдкой пыталась улизнуть из зала. «А ну, живо ко мне!» Фигура тяжело вздохнула и с опущенной головой подошла к старейшине Лун. «Лун Хаотянь, расскажи-ка мне, эти трое что-то крали?» Лун Хаотянь взглянул на слуг, а затем на нинцы, сверлящего его своим ледяным взглядом, от которого у парня затряслись коленки. «Предок, мне просто доложили о воровстве, я пришел и забрал их. Они что-то крали?» Еще более грозным тоном повторила вопрос женщина. Лун Хаотянь невинно ответил. «Вероятно, так и было. Сколько тебе заплатили за то, чтобы ты сейчас стоял и врал прямо мне в лицо?» Старейшина Лун по поведению своего потомка сразу же поняла, что он врал. Ее бесила эта ситуация очень сильно, ведь она только что пыталась спровадить нинцы, хотя его слуг на самом деле подставили, и в этом замешаны ее младшие. «Предок, я. Лун Хаотянь хотел оправдаться, но запнулся. Уинь, я все поняла. Твои слуги свободны, с остальным я разберусь сама, а что насчет того, кто подставил твоих слуг, то против него я ничего сделать не могу, но думаю, ты справишься сам», сказала женщина, посмотрев на нинцы смущенным взглядом. «Хорошо, поскольку правда раскрыта, усложнять вам жизнь я не буду», — кивнул юноша и направился обратно к своему дому. Джаолы и двое юношей поспешно сделали пару шагов в его сторону. Осознав, что их никто не останавливает, все трое обрадовались полученной свободе и поспешили следом за юношей. После того, как группа ушла, старейшина Лун посмотрела на Лун Хаотяня. «С сегодняшнего дня ты больше не являешься старейшиной слугой, а вернешься во внешний регион и будешь усердно учиться. Предок, я признаю, что был неправ, прошу, дайте мне еще один шанс». Лун Хаотянь с глухим стуком опустился на колени, смотря на женщину покрасневшими глазами. «Если он вернется во внешний регион, то потеряет все те возможности, какими обладал в зале слуг. Если здесь он мог управлять любыми слугами, то там ему придется делать все самому». «Старейшина Лун, я думаю, небольшого наказания для него будет достаточно», — сказал старейшина Фан. «Как я сказала, так и будет, старейшина Фан, не стоит меня переубеждать». Женщина покачала головой и грозно накричала на своего непутевого потомка. «Ступай, и чтобы я больше тебя не видела, иначе переломаю тебе руки и ноги». Лун Хаотянь в отчаянии встал и ушел. Стоявшие в стороне старейшины слуги, наблюдая за его сгорбившейся фигурой, про себя над ним злорадствовали. По пути обратно к своему дому Нин Ци легко расправился с ранами своих слуг. «Старший брату, спасибо, что помог нам, если бы не ты, мы втроем могли бы там погибнуть», — сказал Чин Чжун, тяжело вздыхая. «Да, наказания зала слуг были невыносимы для нас. Еще бы чуть-чуть, и нам пришел бы конец», — кивнул Мин Цюн. Чжа Луи была чрезвычайно благодарна юноше, а также удивлена, ведь никогда не видела, чтобы внутренний ученик заступался за своего слугу. «Вам стоит быть более внимательными в будущем. Разве вы не видели, как Люму Цин ко мне относится? Зачем вы согласились ему помогать?» Нин Ци сетовал на их неосмотрительность. Трое стыдливо опустили головы. Спустя пару минут группа добралась до нужной горы, но юноша не пошел к себе домой, а направился к дому Люму Цина. Люму Цин, выходи, мы будем проверять твой счетчик воды один, — рассмеялся Нин Ци. Проверять счетчик воды? Чжа Луи ошеломленно уставилась на юношу. Она была уверена в том, что услышала, но никак не ожидала такого от Нин Ци. Неужели в мире Шэнь Ло тоже есть счетчики? Откуда старший брат узнает эти слова? Возможно, он тоже с. Размышляя об этом, Чжа Луи стала выглядеть более взъерошенной. Чин Чжун и Мин Цюн заметили это, но подумали совершенно о другом. Сестра Луи, ты не переживай, старший брату обязательно отомстит за нас. Девушка молча кивнула, но про себя решила, что обязательно должна подтвердить свои догадки о Нин Ци. Когда Люму Цин, находящийся у себя дома, услышал голос Нин Ци, ему резко стало плохо. Стоявшие в стороне три служанки почувствовали печаль. С тех пор, как их приставили к Люму Цину, он каждый день ругался на них, но хуже этого стала нынешняя ситуация. Вполне вероятно, что они схлопочут по первое число за компанию с Люму Цином. Черт! Люму Цин взревел про себя, когда увидел с помощью божественного восприятия стоявших рядом с Нин Ци слуг. Он догадался, что его обман раскрыли, и юноша узнал правду. Что ему делать? Вытили ли остаться дома? Верно. Нужно остаться здесь. Пока я тут, что ты сможешь сделать? Подумал про себя Люму Цин, решивший отсидеться дома. Снаружи Нин Ци заметил, что его недоброжелатель решил сыграть в прятки, но, видимо, прятаться он совсем не умел, либо не старался. Юноша спокойно подошел к двери дома Люму Цина и с ноги выбил ее с петель. Бум! Грохот раздался по всему горному участку, привлекая внимание всех вокруг. Внутренние ученики начали выходить из своих домов и вопросительно поглядывать на дом Люму Цина. Спустя пару мгновений раздалось еще пару громких взрывов, после которых дом Люму Цина превратился в руины. Порыв сильного ветра быстро развеял всю пыль, где среди обломков народ увидел позеленевшего мужчину и дрожащих служанок. Уинь, какого черта ты делаешь? Люму Цин уставился на юношу. В это время в небе появились несколько фигур, они застыли в пустоте, с любопытством разглядывая Нин Ци. Люму Цин увидел их и почувствовал, что еще не все потеряно. Он не верил, что парень посмеет на глазах у целой толпы напасть на него. Что я делаю? Я пришел избить тебя. Рассмеялся юноша и направился уверенным шагом к мужчине. 1. Выражение проверять счетчик воды в Китае может использоваться в жаргонном значении, означающем предлог, по которому в квартиру может войти полиция для ареста. Глава 3828. Сделаю вид, что ничего не было, что он только что сказал. Наблюдая за приближающимся Нин Ци, на лице Люму Цина появилась растерянность. Неужели этот парень всерьез нападет на него на глазах у толпы свидетелей? Уинь, а ну стой, даже не думай что-то сделать. Боишься? Нин Ци рассмеялся, продолжая шаг за шагом приближаться к Люму Цину. Если посмеешь тронуть меня хоть пальцем, тебе точно не избежать наказания старейшин, пригрозил мужчина. Шух. Нин Ци за один широкий шаг оказался перед Люму Цином и посмотрел на него сверху вниз, так как мужчина был на целую голову ниже его. Если ты такой трус, то почему решился на столь подлый трюк с моими слугами? Зачем ты продолжаешь провоцировать меня? Я тебя предупредил еще в первый день нашего поступления, что ты всего лишь мелкий практик нирваны, и в моих глазах ничем не отличаешься от жучка. С этими словами юноша сковал тело Люму Цина, лишив его возможности двигаться, а затем на глазах у внутренних учеников начал бить мужчину по лицу. Хлоп, хлоп, хлоп. Сперва Люму Цин оказался ошеломлен, но острая боль быстро пробудила его, однако постепенно чувство боли притуплялось и вскоре он совсем перестал ощущать свое лицо. Столпившиеся вокруг ученики наблюдали за этим удивленными взглядами и сочувствовали мужчине, ведь он столкнулся с беспрецедентным унижением. Его били по лицу на глазах у учеников внутреннего региона. Как после такого ему хватит смелости показаться перед ними. Стоявшие позади Люму Цина служанки постепенно отошли от первоначального шока, в их сердцах заиграл оттенок радости и след злорадства. Они уже давно поняли, что нинцы отличался от их господина, поэтому они одобряли то, что юноша делал сейчас. Хлоп, хлоп, хлоп. Звонкие удары по лицу продолжались. Почти час спустя. Кожа на лице Люму Цина стала темно-синей, постепенно его плоть стала отваливаться, оставляя после себя лишь скелет, но это долго не продлилось, потому что кости мужчины также начали трещать по швам. Увидев, к чему все идет, пара внутренних учеников решила сообщить о происходящем старейшинам. Вскоре после этого сюда прибыла группа старших. Стой! Закричал старик, увидев нинцы. Другие старейшины сильно нахмурились, как только увидели разрушенный дом и избитого Люму Цина. Во внутреннем регионе драки были запрещены, если дело и дошло до такого, то сперва нужно получить одобрение от старейшин. Это было необходимо, чтобы сдержать порывы молодых мастеров, иначе вся секта превратилась бы в поле сражений. Старейшины. Отчаявшийся Люму Цин почувствовал надежду. Он понимал, что если никто не остановит нинцы, то рано или поздно его физическое тело будет разрушено и ему придется вернуться во дворец небожителей. Вот только после восстановления физического тела, его практика определенно упадет минимум на одну стадию. Но как только мужчина посмотрел на старейшин, перед собой увидел черноту, а если быть точнее, кулак нинцы, что ударил его прямо между глаз. После этого удара вся голова Люму Цина превратилась в голый череп. Меня зовут Уинь. Рад видеть старейшин. Нинцы сложил руки в знак приветствия в сторону старейшин. Старик, возглавляющий группу, как и нинцы, был в сфере вечности, но лишь на начальной стадии, сильно уступая юноше. Старейшина ледяным взглядом смотрел на юношу с явным следом гнева. Я тебе приказал остановиться, ты разве меня не слышал? Слышал, конечно, рассмеялся нинцы. Тогда почему ты не остановился? Притворился, что нас, старших, не существует. Фыркнул старик. Другие несколько старейшин окружили нинцы и Люму Цина. Все они выглядели совсем недружелюбными. Да я как-то просто не успел руку остановить, она оказалась слишком быстрой. В глазах старика снова вспыхнул гнев, он глубоко вздохнул, стараясь успокоиться, после чего заговорил. Почему вы сражаетесь? Вы что не знаете, что это запрещено? Старейшина, помогите. Люму Цин кричал про себя, но был подавлен силой души нинцы, поэтому не мог пошевелиться, даже отправить звуковое послание было не под силу. Но старик почувствовал в какой западне находился мужчина и осторожно махнул рукой в его сторону. Однако все осталось без изменений. Еще один взмах рукой. Тело Люму Цина по-прежнему оставалось скованным. Старик оказался в замешательстве и бросил странный взгляд на нинцы. Какой уровень твоей практики? Сфера вечности. Что? Трое слуг рядом с юношей были поражены, ведь когда их назначали ему в помощь, тогда им сказали, что он в сфере постоянства. Как так могло произойти, что спустя пару месяцев он уже достиг вечности? Сердце Люму Цина заколотилось так, словно было готово выпрыгнуть. На душе не осталось никаких других мыслей, кроме одной. Он в сфере вечности? Когда в нашем внутреннем регионе появился такой мастер? Все окружающие ученики переглянулись, пытаясь понять, что происходит. Старейшины, окружившие нинцы, подсознательно сделали шаг назад. Если юноша действительно был в сфере вечности, то к нему нельзя было относиться, как к другим обычным ученикам. Это правда? Спросил ошеломленный старик. А как я могу это подделать? Улыбнулся юноша и высвободил Ауру Пика Вечности. Ох! Старик моментально ощутил его силу и это взбудоражило его сердце. Парень был не только в сфере вечности, но и на самой последней стадии. Немного помолчав, старик посмотрел на Люму Цина и решил спросить, из-за чего вы деретесь? Драка? Да это самое настоящее избиение. Если бы не отсутствие плоти на лице, то Люму Цин изобразил бы крайний шок от такого глупого вопроса. Ну, дело вот как обстоит. Нинцы терпеливо рассказал суть происходящего. Чем больше толпа слушала, тем более странными становились выражения их лиц. В конце концов, все посмотрели на Люму Цина с нескрываемым презрением. Он не мог победить противника в честном бою, поэтому сорвал злость на его слугах. Такое низменное поведение, разве это достойно статуса внутреннего ученика секты Лунного Слона? Сердце Люму Цина упало на самое дно ледяной бездны. Он посчитал, что сегодняшний день был самым худшим в его жизни. Кто может подтвердить твои слова? Спросил старик. Старейшины Луны Фан Спика учеников слуг. Хорошо, заканчивайте свою драку. На этот раз я сделаю вид, что ничего не было, но смотри, не нарушай больше правил. Предупредил старик, одарил его пристальным взглядом и ушел. Глава 3829. Раскованный император они просто ушли. Люму Цин оказался в унынии после того, как старейшины ушли. Видишь, даже старейшины не стали защищать тебя, узнав о твоем поведении, сказал Нин Ци, ударив его еще раз по голове. Люму Цин продолжал реветь про себя. Будь они в регионе границы, то он попросил бы своего мастера о помощи, тогда мальчишка был бы убит. Я, Люму Цин, клянусь, что если ты появишься в регионе границы, я сделаю все, но прикончу тебя. Ну этого достаточно, на этот раз можешь жить. Нин Ци еще раз ударил Люму Цина по лицу, затем развернулся и вместе со своими слугами пошел к себе домой, оставляя позади все еще скованного мужчину. Окружающие ученики начали расходиться, понимая, что зрелище на этом закончилось. В течение следующих нескольких дней Люму Цин стоял перед разрушенным домом, как статуя. Три его служанки уже давно были возвращены на пик слуг и назначены другим внутренним ученикам, оставив мужчину в полном одиночестве, хотя, может, он и не был один, ведь время от времени мимо проходили ученики и ненадолго останавливались посмотреть на него. За несколько дней новости о Нин Ци разнеслись по всему внутреннему и внешнему региону. Большинство внутренних учеников были на четвертом царстве, а часть из них была даже слабее, чем Фэн Цзю Ю и Тувань Ли. Однако у некоторых талант и способности были намного лучше. Нин Ци встречался с парочкой, так вот им было меньше ста лет, но они уже были в сфере судьбы или перерождения. Время шло день за днем, а произошедшие драки все стали забывать. В один из дней, когда Джаалэй удалось остаться с Нин Ци наедине, она смело спросила о том, что он сказал в тот день. Старший брату, ты землянин? Находясь столько лет в регионе за рождение, как бы хорошо ей здесь не жилось, но она постоянно вспоминала свою жизнь на земле, друзей, родственников. Раньше она часто пробуждалась от медитации со слезами на глазах. С чего ты взяла? Спросил юноша, скривив лицо. Сердце Джаалэй заколотилось, судя по выражению лица юноши и его ответу, она почувствовала надежду, что ее догадка верна. Старший брату, ты в тот день сказал, что хочешь проверить счетчик воды Люмуцина, а таких слов нет в регионе за рождение. Ясно, ну, можно сказать, что я родом из того же места, что и ты, кивнул юноша. Получив ответ, Джаалэй замолчала, но спустя пару минут она подняла на него взгляд. Старший брату, ты пришел в царство Шенлу раньше меня? Какой год был на земле, когда ты ушел? Раньше, вот это не факт. Какой был год, когда ты покинула землю? 2008. О, ты здесь намного раньше меня, рассмеялся Нинцы. Как это, возможно? Джаалэй была ошеломлена, у нее в голове не укладывалось, каким тогда образом он обогнал ее по практике. Однако она не слишком задумывалась над этим вопросом, вместо этого она начала расспрашивать его о родине, ведь впервые ей удалось встретить земляка. Разговор занял целых три дня. За это время к ним приходили Чинчжун и Минсюн, которые застали их за увлеченной беседой, но не стали отвлекать. Жаль, что мы никогда не сможем вернуться назад, тихо вздохнула Джаалэй. Она искала способы и пыталась узнать информацию, но поняла лишь то, что земля находится в одном из малых миров, а доступ в подобное место находился только у сильнейших мира сего. Кто сказал, что нельзя? Удивился юноша. Женщина резко уставилась на него. Старший брату, что ты хочешь сказать? Вернуться можно, но если только ты хочешь этого, улыбнулся Нинцы, но затем предупредил. Вот только земля сейчас совершенно не такая, какой ты ее помнишь. Все те люди, которых ты знала, умерли от старости или от апокалипсиса, случившегося там из-за пробуждения небесного закона. Джаалэя шарашина слушала его. Ну так что, ты все еще хочешь вернуться? А можно? Да, но у меня сейчас есть дела, поэтому тебе придется подождать, ответил юноша. Ничего страшного, я готова подождать сколько нужно, поспешно кивнула женщина. В этот момент вбежал Чинчжун с паникой на лице. Старший брату, беда. Что такое? Заместитель мастера секты здесь, ответил Чинчжун. Он боялся, что это дело связано с Люмуцином и чувствовал из-за этого стыд, потому что это именно они из-за своей неосмотрительности поставили Нинцы в такое опасное положение. Заместитель Сюэ Нинцы удивился. Теперь понятно, почему внезапно во внутреннем регионе он почувствовал резкие колебания энергии. Заместитель мастера секты был императором небес, а его практики пока было недостаточно, чтобы точно ощутить появление такого мастера. Нет, это не заместитель Сюэ, а заместитель Юнь. Ладно, давайте посмотрим, что там происходит, сказал Нинцы и быстро вышел из дома, где увидел, что Люмуцин полностью восстановился до своей изначальной формы. Перед ним стояла девушка, которой мужчина почтительно кланялся и что-то говорил. Но с появлением Нинцы он резко повернулся к нему и уставился гневным взглядом. Девушка также почувствовала перемену в мужчине и посмотрела туда, где стоял Нинцы. На ее лице сияла легкая улыбка и след любопытства. Ученик Уинь приветствует заместителя Юнь. Юноша подошел к девушке и поклонился. «Я – раскованный император, а Люмуцин – раскованный страж», сказала девушка. Люмуцин с гордостью посмотрел на Нинцы, когда старейшина Юнь произнесла эти слова. Глава 3830. Выполнение миссии продвижения Нинцы взглянул на Люмуцин. Так младший брат Лю, оказывается, раскованный страж, не знал, не знал. «Ну что, теперь боишься?» «Раньше ты унижал меня, но сможешь ли теперь оставаться таким же высокомерным?» «Заместитель мастера Юнь, можно?» Нинцы посмотрел на девушку и вежливо спросил. «Я разрешаю». Люмуцин оказался в замешательстве. Он не понимал, что спросил у старейшины юноша, и на что она дала ему свое разрешение. Но в следующий момент он все осознал, ведь снова оказался скован силой души, и ему по лицу прилетела пара пощечин. «Почему?» Взревел про себя Люмуцин и в отчаянии посмотрел на девушку. Он не понимал, почему раскованный император допускал, чтобы с членом Верховного Совета так обращались. «Достаточно оставь его в живых», сказала девушка. Нинцы медленно убрал руку. «Заместитель, я могу сделать всю работу за вас, зачем пачкать руки?» «Как ты догадался, что я собираюсь его наказать?» «Ты не боишься, что я помогу ему разобраться с тобой?» Девушке было немного любопытно. «Я слышал, что раскованными стражами могут быть только талантливые и честные мастера, обладающие большой добродетелью. Вот только у Люмуцина нет ни того, ни другого, он, напротив, любит запугивать слабых. Человек, решивший принять его раскованным стражем, видимо, сделал это с просонья. «Больше я не могу никак объяснить причину того, что вот это вот, раскованный страж», объяснил Нинцы. Люмуцин, слушая его, осознал, что последняя крупица надежды в его сердце испарилась, как дым. «В каком-то смысле ты прав», ответила девушка. Затем повернулась к мужчине, «Поскольку я раскованный император, одна из моих обязанностей, следить за окружающими раскованными стражами. Я должна либо награждать за старания, либо наказывать». Люмуцин, с сегодняшнего дня ты больше не раскованный страж, передай свое удостоверение. С этими словами девушка махнула рукой на Люмуцина, высвобождая его от таков души Нинцы. «Император, дайте мне еще один шанс, прошу». Раны на лице Люмуцина мгновенно восстановились, но он не обращал на это внимания, а пытался вымолить у девушки прощение. Личность раскованного стража во многих случаях была своего рода щитом. Многие побоятся убить его, даже император небес, зная, что он – раскованный страж. Но именно из-за этого многие стражи становились надменными и вели себя так, словно все должны подчиняться их прихотям. Для них важность своего статуса стала выше, чем важность практики. «Повторять дважды не буду», – пригрозила девушка. Люмуцин со следом отчаяния на лице достал нефритовый жетон, и прежде, чем он успел среагировать, предмет оказался в руке старейшины. С этого момента он больше не мог считаться раскованным стражем. «С учетом твоего вклада в дело Верховного Совета, тебя не исключат из высшей секты, но тебя понизят до внешнего ученика», – заявила старейшина Юнь. Да, Люмуцин медленно поклонился. Выглядел сейчас он так, словно исчерпал все свои силы и пребывал в трансе. В каком-то смысле его можно было понять. Он потерял свой статус раскованного стража, а также внутреннего ученика, что сильно ударило по его будущему. «Это все он, это его вина. Он заставил меня пойти на такое. Если я не отомщу, то не быть мне больше мужчиной». Он уставился на Нинцы и дал себе клятву, что обязательно отомстит ему за случившееся. «Тебя зовут Уинь? У тебя хороший талант. Более того, ты постоял за своих слуг, значит характер достойен уважаемого человека. Ты заинтересован в том, чтобы стать раскованным стражем?» – спросила девушка, продолжая мило улыбаться Нинцы. «Что, серьезно? Вот так быстро он?» – раскованный страж. Люмуцин недоверчиво уставился на Нинцы. «Если юноша станет раскованным стражем, то получится ли у него отомстить?» «Интересует. Очень сильно интересует», – закивал юноша в ответ на вопрос девушки. «Хорошо. Все раскованные стражи Верховного Совета подчиняются раскованным императорам. Я слышала о твоем вступительном экзамене, более того, вижу, что ты за столь короткий срок достиг пика вечности. Видимо, ты встретил что-то, что помогло тебе сделать столь быстрый скачок в практике, но не переживай, требовать ответов я не буду. Такие везунчики, как ты, подходят для того, чтобы стать раскованными стражами. Возьми этот жетон, отныне ты будешь моим подчиненным», – договорив. «Девушка бросила юноши жетон. В тот момент, когда Нинцы взял жетон, в его голове прозвучала подсказка системы. «Унсу в сревесистемное сообщение день. Поздравляю с выполнением миссии продвижения. Теперь вам доступно повышение практики. Насколько я могу отсрочить прорыв?» «Унсу в сревесистемное сообщение 24 часа. Тогда я подожду, нужно подготовиться». Убрав нефритовый жетон, Нинцы поклонился старейшине. «Заместитель Юнь, я благодарю вас за вашу веру в меня и поддержку». Для юноши эта девушка стала своего рода ангелом во плоти. Он то думал, что ему придется столько всего сделать, чтобы стать раскованным стражем, а тут вуаля, и проблема решилась всего за пару минут. Система уже дала добро на повышение практики, значит ему оставалось только найти тихое место для медитации и, используя оставшуюся лечебную силу плодов перерождения Феникса, достичь долгожданной сферы Императора Небес. «Хорошо, пока что заданий у меня для тебя нет, я пойду», — сказала старейшина и, отвернувшись от юноши, мгновенно исчезла. Затем Нинцы посмотрел на Люмуцина и искренне похлопал его по плечу. «Младший брат Лю, спасибо тебе, подсобил ты мне знатно, когда доберешься до внешнего региона, следи за своим поведением, как-нибудь я обязательно приду проведать тебя». Договорив, юноша вернулся к себе домой. Люмуцин выглядел немного растерянным. Он думал, что Нинцы благодарит его за получение статуса раскованного стража, но на самом деле юноша был рад столь быстрому выполнению задания. Глава 3831 Отсутствие гравитации вернувшись в дом, Нинцы наложил несколько защитных формаций, предупредил своих слуг, чтобы они никому не открывали дверь, а если кто-то будет его спрашивать, передать, что он тренируется за закрытыми дверями. После чего юноша вошел в свою комнату и отправился на тренировочное поле Бога. Он не мог совершить прорыв в Шен-Ло, это, безусловно, привлечет старейшин Верховного Совета и те в два счета поймут, что он темный мастер, поэтому безопаснее всего будет в Царстве Бога. Как только он появился возле двора, заметил, что сегодня там было довольно много людей. Большая часть вернулась из своих путешествий, все шумно болтали, улыбались и рассказывали о своих достижениях. Ага, их практика значительно улучшилась, подметил для себя юноша. Половина старейшин Храма Бога Войны вернулась во двор, уровень совершенствования каждого улучшился минимум на стадию, а кто-то пересек несколько сфер. Вероятно, если дать его людям примерно тысячу лет, то все они достигнут минимум Пятого Царства. Ли Мочоу была одета в фиолетовое платье и была уже в сфере перерождения, рядом с ней стояла Хучин Цзы в сфере пути. Мир Царства Бога был устроен по-другому, тут не было никакой угрозы от молнии или круга перерождения, а также надоедливого Верховного Совета, поэтому прорыв на следующий уровень был лишь вопросом времени. Всего спустя минут пять кто-то обнаружил вошедшего во двор нинцы. Все со счастливыми лицами побежали прямо к нему. А где Лэн Мин, Сюэр и Синер? Почему они еще не вернулись? Спросил юноша с небольшим сомнением. Люди развели руками, никто не знал, куда делись Фан Лэн Мин с остальными. Нинцы не стал сильно волноваться. Ван Сюэ была на пике вечности, если они не столкнутся с воином шестого ранга, то никто другой не сможет их победить. Босс, мне кажется, или твоя практика значительно выросла? Внезапно спросил Дуанин Цзюнь. Дон Фан Хатзи с остальными присмотрелся к юноше более внимательно. Юноша слабо улыбнулся им и безутайки ответил. Да, я на пике вечности. Чего, что за безумная скорость практики? Выпалил толстяк. За пределами двора, висевшие на дереве Цзян Тиньшу с остальными, были поражены ответом юноши, но не сильно, ведь им было прекрасно известно, почему Нинцы прогрессировал так быстро. Я вернулся, чтобы попытаться совершить прорыв до Императора Небес. Вам лучше подойти ближе к Люхуану, а то мало ли, предупредил их юноша. Прорыв до Императора Небес? Вот эту новость Цзян Тиньшу с остальными воспринял куда более бурно. Сперва они подумали, что юноша так шутит, но его уверенный и спокойный взгляд говорил обратное. Они все чувствовали колебания энергии Нинцы, хотя юноша старался их сдерживать, но процесс прорыва уже нельзя было остановить. Если он достигнет Императора Небес, у меня не останется шансов сбежать отсюда. Цзян Паша запаниковал. «Босс, ты это серьезно?» — воскликнул удивленный Дуаниндзин. Донфанхатзе с остальными стали выглядеть еще радостнее, чем прежде. С момента прибытия в Царство Бога они осознали, насколько сильно это место повлияет на их будущее, особенно на Храм Бога Войны. Если их мастер станет местным воином шестого ранга, секта сможет прочно закрепиться в Царстве Бога. «Ну, я постараюсь», — кивнул юноша. Когда все услышали ответ, народ поспешно покинул двор и встал за Люхуаном, который сам сейчас выглядел взволнованным. Это было видно по беспорядочно качающимся ветвям. «Система, я хочу совершить прорыв», — Нинцы сел в центре двора и отдал приказ. В следующие мгновения Аура юноши, подобно Гейзеру, выстрелила в небо, покрывая своей мощью все в радиусе тысячи миль. Где-то за 700 миль от тренировочного поля Бога кто-то совершает прорыв в шестой ранг. Интересно, откуда в таком заброшенном месте появился столь сильный мастер. Вот бы узнать, где находится старший. Я всегда хотел посмотреть за процессом перехода на шестой ранг. Это помогло бы всем нам. Когда Аура Нинцы возвысилась вверх, Люхуан высвободил свою силу, чтобы сдержать давление, исходящее от Нинцы, но оно было настолько сильным, что ветви дерева то и дело хаотично раскачивались. Цзян Тиньшо и других, висящих на этих ветвях, мотало из стороны в сторону, как на американских горках. Затем начали происходить очень странные вещи. Один из камней во дворе вдруг взлетел в воздух. За ним второй, третий. Народ был потрясен тому, что происходило, им казалось, в этом месте пропадала сила гравитации. Кахайрер раздался мощный треск отрывающейся почвы, что взлетало вверх. Ужас, насколько велика сила прорыва. Если бы не защита Люхуана, то нас просто забросило бы куда-то в небо. Проговорил напуганный Дуанин Цзюнь. А ты как думал, шестое царство совершенно иной уровень? Взволнованно сказал Дун Фанхаатзи. Находящиеся в радиусе тысячами люди пытались найти место, где Нин Цзюнь решил совершить прорыв. Вот только из-за защитного свойства тренировочного поля Бога они не могли этого сделать, однако попали под влияние прорыва юноши. Кто-то из людей пытался убежать, но жаль, что было слишком поздно. Энергия прорыва заключила их в своеобразную воздушную тюрьму и начала медленно поднимать в небо. Спустя время сюда с запозданием добрались еще люди, но то, что они увидели, было поразительным. Два места, словно два совершенно разных мира, там, где находились они, все выглядело обычным, а впереди был настоящий хаос с летающими по небу камнями, землей, различными зверями и даже людьми. Кто-то совершает прорыв в шестой ранг. Вдалеке воин пятого ранга с сосредоточенным взглядом уставился вперед. Но почему прорыв такой мощный? Я видел, как мастера переходили от пятого на шестой ранг, но влияние их прорыва затрагивало площадь лишь в сто миль, но никак не в тысячу. Другой мастер, такой же воин пятого ранга, обратился к своему товарищу с небольшим следом зависти. Может у этого мастера есть древнее наследие? В сердцах людей продолжали зарождаться различные догадки, но внезапно спустя пару мгновений они увидели еще одну более загадочную картину. Все, что находилось под влиянием энергии прорыва, начало молодеть. Старый хромой олень вдруг стал молодым, но на этом все не закончилось, ведь после этого он продолжил молодеть, пока просто не исчез. С этим же столкнулись все остальные, даже стражи Бога. Стоявшие вне зоны влияния наблюдали за этим с ужасом на сердце. Глава 3832. Император Небеснин происходящее продлилось несколько дней, а когда все закончилось, территория в тысячу миль вокруг превратилась в бесплодную землю. Если смотреть на это место с неба, то можно будет увидеть гигантскую и глубокую яму. Переход в шестой ранг настолько чудовищный. Даже не представляю сколько невинных существ погибло из-за этого. Подумал один из стражей Бога на лице которого отразилась ярость. Хотя остальные ничего не говорили, но были солидарны с ним. Обычно, когда воин шестого ранга проходил прорыв, никого это не затрагивало, но за последние несколько дней они видели смерти многих существ. Посмотрите на это. Внезапно воскликнул один из стражей Бога, указав вперед на бесплодную землю, где снова начали происходить шокирующие изменения. На глазах у всех сначала появились зародыши всех живых существ, а после постепенно вся бесплодная земля и умершие люди вернулись к своему первоначальному облику. Все это походило на какое-то волшебство или иллюзию. Спустя несколько часов уже нельзя было сказать, что раньше это место превратилось в мертвую землю. Те, кто оказался под влиянием энергии прорыва, даже не знали, что они по сути были мертвы. Ужас, это точно все было взаправду? Может, мы видели с вами иллюзию? Спросил один из воинов пятого ранга, обращаясь к своим товарищам. У них не было никаких доказательств произошедшего, словно все это им приснилось. В то же время, в небольшом дворе Нинцы медленно встал и открыл глаза. В них появился еле заметный звездный блеск. Если присмотреться, то в его глазах можно было увидеть две огромные вселенные. Босс справился? Дуанин Цзюнь сильно нервничал и был потрясен всем, что произошло ранее. Они видели все изменения своими глазами. Сперва им казалось, что Нинцы использовал технику «Божественная милость», которая возвращала время вспять. Вот только на этот раз она показалась им уж слишком мощной, чем вряд ли мог владеть юноша. Он уже император небес. Цзян Тиньшу не хотел в это верить и надеялся, что Нинцы потерпел неудачу. В конце концов, кроме поразительной сцены, развернувшейся вокруг, с самим юношей ничего не произошло. Цзян Паша все это время молчал он, как и Стражи Бога, был до ужаса напуган влиянием энергии прорыва. Даже в Шэнь Ло мастер, переходящий на уровень Императора Небес, затрагивал территорию в 10 мили. Само влияние прорыва было незначительным, но увиденное им здесь никак не укладывалось у него в голове. Каким образом энергия прорыва в Шестое Царство затронула течение времени? Любое живое существо, если его душа цела, после смерти может вернуться в круг перерождения и возродиться. Но, что если жизнь существа никогда не существовала? Каким тогда образом оно переродится? Очевидно, что никак. Может подобное происходило только в Царстве Бога. Он же не должен обладать подобной техникой, верно? Цзян Паша старался утешить себя. После пары минут Нинцы пару раз моргнул и его глаза вернули себе привычный вид, но сам юноша заметил одну странность. Ему казалось, словно его глаза стали обладать какой-то таинственной силой, которая может разрушать все, что он пожелает. Так вот, как ощущает себя Император Небес? В этой сфере совершенно иное понятие силы. Наконец-то ты стал Императором Небес. Голос Серебряного Дракона прозвенел в ушах юноши. С достижением этой сферы структура твоего духовного и физического тела полностью изменилась. Можно сказать, теперь ты совершенно иной человек с новой формой силы. Теперь я совершенно иной человек. Нинцы задумался об этом и вскоре понял смысл слов Дракона. Хотя внешне он никак не изменился, но внутри все его клетки выглядели иначе, но если конкретизировать, то его базовая физическая сила улучшилась в 10 раз. Сила изначального духа также приумножилась, достигая предела сферы Вечности в 100 тысяч единиц. Что касается Божественной силы Императора Небес. Объяснить это было сложно, но, видимо, какая-то из техник под влиянием прорыва стала его личной Божественной способностью и слилась с глазами. Старший Серебряный Дракон, у меня появилась особая способность, это есть у каждого Императора Небес. Нинцы ничего не понимал, поэтому решил спросить у Дракона. Да, у каждого Императора своя Божественная сила, их можно разделить на слабые и сильные, но прямого деления нет, ответил Серебряный Дракон. Юноша кивнул и медленно направился к Люхуану. Там он взглянул на гун Сунюфа и Драконов из Секты Великого Дракона. В следующий момент они начали видоизменяться, становясь все моложе и моложе, отчего тут же запаниковали, но никак не могли остановить эту странную перемену. В конце концов, они превратились в эмбрионы, а затем вовсе исчезли. Во время их трансформации в глазах нинцы кружили два звездных вихря, чей блеск казался пленительным для всех, кто сейчас смотрел в глаза юноши. Только когда юноша прекратил использовать свою Божественную силу, люди начали приходить в себя. Первыми очнулись Цзян Паша и Люхуан, остальным понадобилось больше времени, потому что они были слабее. Возможно, если против меня выйдет слабый Император Небес, то и на него подействует эта сила, предположил юноша и окончательно понял, что теперь он мог на равных сражаться с Мастером Шестого Царства. Глава 3833 Родственник, что только что произошло. На лицах людей читалось чистейшее замешательство. А нинцы в это время продолжал анализировать силу сферы Императора Небес. Нынешний он, безусловно, был совершенно на другом уровне силы. Если провести небольшую аналогию, то прошлый он был как смертный, а нынешний – бессмертный. До этого ему казалось, что если он приложит все свои силы, то сможет победить хотя бы Императора Небес первой стадии, но сейчас для себя осознал, что его прошлое намерение было настоящей глупостью. Гун Сунюфа и остальные исчезли. Цзян Паша продолжал хмуриться, исчезновение людей было быстрым и загадочным. Сейчас в оковах Люхуана остался лишен и Цзян Тиньшу. В этот же самый момент из тела Люхуана стали исходить колебания энергии. Нин Цзюнь заметил это и на его лице появилась радостная улыбка. Он предположил, что звездный монстр что-то постиг в тот момент, когда он преодолевал границу нового царства. Он тоже вот-вот достигнет Императора Небес. Цзян Паша побледнел. Их шансы спастись из лап Нин Цзюнь стали совсем ничтожными. Босс старший Лю тоже собирается прорваться? Спросил Дуанин Цзюнь, заметив колебания энергии, исходящие от демонической Ивы. Верно, он уже много лет провел на этом уровне, думаю, в скором будущем он должен завершить переход с Пятого Царства в Шестое, кивнул юноша. Брат Нин, а как твои успехи? Справился? Поинтересовался Дун Фанхадзе. Когда люди услышали вопрос, все внимательно посмотрели на юношу и почти сразу увидели, как он, улыбаясь, кивнул им. Народ тут же обрадовался, ведь чем сильнее был Нин Цзюнь, тем ярче будет их будущее. Вероятно, из-за столь быстрого прогресса Нин Цзюнь, никто не смог усидеть на месте, все стали снова отправляться в путешествие за поиском возможности достичь новых высот. Сам юноша решил пока не покидать Царство Бога, он хотел найти Фан Лен Мин и остальных. Сосредоточившись на своих женах, юноша почувствовал что-то необычное внутри себя, что указывало ему на приблизительное местонахождение девушек. Он не знал, были ли на это способны другие императоры небес, но, по крайней мере, он теперь мог найти своих родных. Город Цзюань Гуан. Фан Лен Мин держала Нин Цзюлая на руках, рядом с ней были ли Синни Ван Цзюэ. Практика каждой значительно выросла, но наибольший прогресс споказывал Нин Цзюлой, чей уровень достиг сферы перерождения. Госпожа, уходите, я их задержу, сказала Лен Мэй. Перед ними стояла группа воинов пятого ранга, парочка на пике этого уровня, остальные в среднем и начальном классе. Ты не сможешь задержать их, лучше забирай сестер и уходите, и помни, жизнь Цзюлая самая важная, ответила Ван Цзюэ через звуковое послание. Я вас просто так не отпущу, только если вы вернете мне моего внука, сказал весь покрытый морщинами старик. Он был на пике пятого ранга, равный по силе Ван Цзюэ, а внук, о котором он говорил, был Нин Джулаем. Когда это у господина семьи Байли появился внук, более того, такой молодой, а уже воин четвертого ранга высокого класса. А эти женщины достаточно смелые, раз решили украсть младшего семьи Байли. Ребенок очень талантлив, думаю, он сможет достичь шестого ранга. Не удивительно, что все сильнейшие мастера семьи Байли пришли сюда. Вокруг стояло множество прохожих, все смотрели за происходящим, но часть людей понимала, что здесь было что-то не так. Что за бред ты несешь? Это ребенок моего мужа. Сердито воскликнула Ван Цзюэ. Аура пика пятого царства высвободилась в мгновение ока, но глава семьи Байли, стоявший напротив девушки, лишь усмехнулся. Это мой потомок, как я могу его с кем-то спутать? Если вы продолжите его удерживать, то все здесь помрете. Сюэр, забирай Жула и уходи, найди мужа. В ушах Ван Цзюэ раздался голос Фан Лэн Мин. Выражение ее лица было решительным. Она знала, что покинуть город у них не получится, только Ван Цзюэ со своей силой сможет это сделать. Но если я уйду с Жула им, вы умрете от рук этой старой завравшейся жабы. Как я потом объясню мужу, что сбежала и ничего не сделала. Ван Цзюэ не хотела соглашаться на такое. Все равно, главное, чтобы Жулай был жив. Эй, хватит трепаться через звуковые послания, если вы сейчас же не отдадите мне моего внука, я отправлю вас всех на тот свет. Пригрозил глава семьи Байли. Мастера семьи Байли сосредоточились, готовясь нанести удар по первому приказу их главы. Ты плохой, я не твой внук. Рассерженно сказал Нин Жулай. Внук, тебя околдовали эти ведьмы, но не переживай, когда вернешься с дедушкой домой, ты будешь в порядке, сказал старик с доброжелательной улыбкой. Вот только глаза его сверкали алчностью, что никак не клеилось его словами. У семьи Байли был воин шестого ранга. Вот только его жизнь подходила к концу, а достойного наследника так и не появилось. Семья Байли должна была прийти в упадок, но к удивлению старика, он нашел этого очень молодого воина четвертого ранга высокого класса. Если он сможет его забрать, а затем вместе с предком клана использует технику переноса души, то душа предка завладеет телом Нин Жулая и тогда в их семье в скором времени появится молодой воин шестого ранга с превосходными способностями. После сказанного глава семьи Байли обратился к Ван Сюе, пытаясь убедить ее отдать мальчика. Девушка, моя семья не держит на вас зла, просто отпустите моего внука и сможете покинуть город невредимыми. Он бы уже давно напал и не стал распинаться с этими женщинами, но боялся навредить будущей оболочке его предка. Он твой внук? С чего это ты взял? Внезапно со стороны раздался голос. Глава Байли холодно фыркнул и посмотрел в сторону, откуда раздался голос. Конечно, это мой внук. Разве я, Байли учен? Могу ошибаться? Глава 3834. Лорд города Сюаньгуан патриарх Байли не заметил, что когда фигура появилась, Ван Сюе и другие девушки отбросили все напряжения и на их лицах появились улыбки. Как вы тут отыскали таких назойливых родственников? Нин Ци подошел к Фан Лэн Мин, слабо улыбаясь ей. Увидев юношу, Нин Жулай радостно воскликнул. Отец, иди ко мне. Нин Ци взял сына из рук жены и ущипнул его за пухлую щеку, а затем развернулся и посмотрел на остолбеневшего патриарха Байли. Если ты решил стать дедушкой моего сына, то, боюсь, у тебя не хватит способностей, ты недостоин. Ясно. Вы из одной группы. Старик сердито уставился на юношу. Может этот мальчик никогда не видел патриарха Байли, потому что его растили тайно, чтобы о нем не узнала ни одна из великих семей? Это имеет смысл. Получается, эта группа послана другими семьями? О чем вы говорите? Как могла моя семья Джа пойти на такой низменный поступок? Кроме того, неизвестно, правда ли этот мальчик, внук патриарха Байли. Часть наблюдающих за суматохой была из крупных семей города Сюаньгуан. Среди них один из молодых парней держал складный веер и небрежно размахивал им, в то же время насмешливо поглядывая на группу Байли. Он знал причину происходящего здесь, так как являлся выходцем из семьи Джаа. Старик Байли пытался найти лучшее тело для выполнения техники перемещения души и сейчас, видимо, нашел, что искал. Я даю вам последний шанс. Если не отпустите моего внука, всех прикончу. Байли учен начал терять терпение. Нужно как можно быстрее все здесь закончить, иначе, чем больше людей он привлечет, тем больше проблем будет потом. Что касается появившегося юноши, он не брал его во внимание, потому что парень был слишком молодым. У тебя совсем от старости крыша поехала? Ты, серьезно, решил украсть чужого ребенка? Выражение лица Нинцы стало ледяным. Муж, он просто старый вор, нужно проучить его, прошептала Вансюя. Не переживай, я хочу посмотреть, как он собирается доказать, что это его внук. Улыбнулся юноша. Фан Лэн Мин и остальные, увидев совершенно спокойного юношу, почувствовали уверенность в своих сердцах. Схватите всех и убейте, но смотрите, не пораньте моего внука. Громко закричал Байли учен. Услышав приказ, мастера немедля бросились в сторону группы Нинцы, но спустя мгновение на глазах у всех эти мастера начали молодеть и уменьшаться, превращаясь в детей. Что происходит? Куда делась моя практика? Десятки детских голосов выражали свое недоумение, а на их лицах виднелся шок. Когда Байли учен увидел эту картину, он оказался поражен, а затем недоверчиво посмотрел на Нинцы. Что это за сила? Как старейшины семьи Байли стали такими? Они больше даже не воины первого ранга. Наблюдающие за суматохой оказались изумлены, а когда посмотрели на Нинцы, почувствовали панику. Юноша рассмеялся, продолжая использовать свою императорскую способность. В следующее мгновение кроме одежды от людей ничего не осталось, они просто испарились, словно никогда не существовали. Это лишило их права на перерождение. Божественная милость? Нет, она не должна быть такой сильной, да и не может работать на воинов пятого ранга. Фан Лэн Мин знала Нинцы лучше всех и с первого взгляда распознала какую технику он применил, но у нее появились сомнения. Обычно эта техника действовала только на тех, кто был слабее ее мужа. Но на данный момент он использовал ее на воинах четвертого и пятого ранга. Муж, ты достиг уровня императора небес? Вансю и с удивлением посмотрела на Нинцы. Все слышали ее слова, но никто не знал, что означала фраза император небес. Девушка быстро осознала, что допустила ошибку, и вмиг прикрыла рот руками, а заодно покрасневшее от чувства вины лицо. Ты, что за демоническую технику ты использовал? Куда ты забрал моих людей? Взревел Байли Учен. Он даже не знал, что его люди не умерли, их просто стерли из этого мира. Что испугался? Твои люди мертвы. После того, как я отправлю тебя к ним, схожу в семью Байли и уничтожу ее. Такова цена за твое желание стать дедушкой моего сына. Мертвы? Все присутствующие уставились на Нинцы со страхом в глазах. Подобная техника была невероятно страшной. Ха-ха, не ожидал, что кто-то из незнакомых мне братьев посетит город Сюаньгуан. Со стороны раздался дружелюбный смех, а затем все увидели старика в монашеском одеянии. Он появился перед Байли Ученом и с улыбкой поприветствовал Нинцы. Городской лорд. Все поспешно поклонились, в том числе Байли Учен, но после этого он почувствовал, что появление лорда было очень странным. В городе Сюаньгуан самым сильным воином шестого ранга был лорд города, но раз он назвал этого парня братом, не значит ли это, что он тоже воин шестого ранга? Подумав об этом, сердце Байли Учена вздрогнуло. Это вполне вероятно, ведь только этим можно было объяснить столь таинственную технику убийства. Брат, ты лорд города Сюаньгуан? Спросил Нинцы. Да, я Уходун, а ты? Спросил старик. Компания восходящего дракона Уинь. Компания восходящего дракона. В мыслях Уходуна появилось сомнение, словно он никогда не слышал об этой компании, но пытался хоть что-то вспомнить. Брату, твой город довольно опасен. Мои жены решили прогуляться с сыном, но кто-то решил выставить себя его дедушкой. Разве это не значит, что мне теперь нужно назвать его отцом? Рассмеялся Нинцы. Глава 3835. Подождите. Когда Байлиучен услышал слова юноши, его лицо резко позеленело. Он пожалел о том, что решил выставить этого ребенка своим внукам. Ему нужно было сразу догадаться. Раз мальчишка был такой талантливый, то его отец должен быть не хуже, но уже слишком поздно сожалеть. Оставалось лишь надеяться, что Уходун поможет ему спасти свою жизнь. Байлиучен, что происходит? Объясни нам, пожалуйста, что ты тут вытворяешь? Спросил нахмуренный Уходун. Толпа с улыбкой посмотрела на Байлиучена, а юноша Семиджа слегка рассмеялся, осознав, что его догадка оказалась правильной. Лорд, он просто похож на моего внука и я, видимо, перепутал, сказал Байлиучен. Перепутал. Просто будь честен и скажи правду, что ты хотел сделать с Жулоем, спросил Нинци. Брату, послушай, возможно, все это правда недоразумение? Может, просто забудем о случившемся? Семья Байлии так уже заплатила жизнями своих старейшин, предложил Уходун. Брату, этот старик хотел схватить моего сына и что-то с ним сделать. Не приди я вовремя, мои жены были бы мертвы, а сынам неизвестно, что случилось бы. Как я могу просто так забыть об этом? Возразил Нинци. Уходун призадумался и спустя пару секунд спросил. Тогда, что ты намерен делать? Все просто, пусть расскажет, что он хотел сделать, но если продолжит молчать, я уничтожу всю семью Байлии. Тело Байлиучена затряслось, и он поспешно посмотрел на Уходуна. Сам лорд города также был поражен словами юноши. Брату, я лорд города, может ты не станешь затруднять мне жизнеубийством семьи Байлии? Какое мне дело до того, что тебе будет тяжело? Рассмеялся Нинци. Уходун был лишь на первой стадии Императора Небес. Для него это был слабак, с помощью которого он мог проверить свои нынешние пределы. Похоже, другого варианта нет. На лице Уходуна появился раздраженный оттенок. Твоя практика не сильно отличается от моей. Я бы хотел проверить силу твоих способностей. В ответ на это в глазах Нинци моментально вспыхнул свет, а зрачки снова превратились в звездные вихри. Он просто смотрел на Уходуна, который внезапно побледнел и с воплем бросился бежать. Изначально юноша для лорда города казался обычным, но сейчас пугал до смерти. Он испытывал подобное разве что только от воина шестого ранга среднего класса и выше. Отбежав на несколько шагов, Уходун застыл, а толпа с ужасом увидела, как его тело начало уменьшаться вместе с практикой. В итоге Уходун превратился в ребенка, который развернулся и посмотрел на Нинци ошарашенными глазами, а после завопил детским голосом. Старший, подождите, поздно. Фыркнул Нинци. Как только выплюнул это слово, Уходун превратился в младенца, а затем со скоростью, видимо невооруженным взглядом, испарился, оставив после себя монашескую рясу. Невероятно сильная техника. Девушки, стоявшие позади Нинци, были вне себя от радости. Даже сам Нинци был потрясен божественной способностью, ведь его особая императорская сила повлияла на императора не без первой стадии. На улице стояла тишина. Многие боялись даже вздохнуть в этот момент, потому что на глазах у всех их лорд города сильнейший воин шестого ранга просто исчез без следа. Следовательно, скорее всего, он умер. Ах, Байлиучан упал на колени и со слезами на глазах заговорил. Старший, я совершил глупость, я просто ошибся и признал не того человека, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Я прожил много лет, мне осталось всего ничего, пожалуйста. Я ненавижу таких как ты, за столько лет своей жизни ты не поумнел, так еще и не брезгуешь торговать людьми. Если ты мне не скажешь, что на самом деле хотел сделать, я точно сотру из истории города Сюаньгуан семью Байли, пригрозил Нин Ци. Старший, я знаю, чего хотел старик. Внезапно шаг вперед сделал парень из семьи Чжаа. Когда Учен увидел парня, его лицо побледнело пуще прежнего. О, и что же? Спросил Нин Ци. Я младший одной из четырех великих семей города Сюаньгуан, семьи Чжаа. Все наши люди знают, что старик Байли владеет техникой перемещения души. Вероятно, он хотел схватить вашего сына, потому что увидел его одаренность и собирался им воспользоваться. На лице Фан Лэн Мин появился гнев, она резко повернулась к Нин Ци и сказала. Муж этот старый черт пытался забрать тело жёлое, ты должен убить его. Нет, это все недоразумения, я. Байли Учен хотел договорить, но не успел, так как под воздействием божественной силы испарился, точно так же как и у Хадун. Где находится семья Байли, кто знает? Спросил Нин Ци у толпы. Я знаю, я, сказал парень из семьи Чжаа, про себя считая, что если отведет старшего, то сможет разобраться с одной из великих семей, тем самым уменьшит давление на свою семью. Вскоре юноша привел Нин Ци к семье Байли, там никто не знал о произошедшем, даже предок семьи. Когда охранники увидели группу Нин Ци, то начали прогонять их, но это продлилось всего пару секунд, так как они просто испарились. Кто это? Как они вошли в нашу резиденцию? Как вы посмели вторгнуться в дом Байли? На шуму входа начали собираться любопытные, люди пытались понять, что происходит, но встретившись со взглядом Нин Ци, моментально отправлялись в небытие. Таким образом группа Нин Ци спокойно продвигалась вглубь дома Байли. Юноша семьи Чжаа в это время собирал пространственные кольца всех побежденных, успешно собрав за короткий промежуток времени более 10 миллионов. Такая сумма была неплохой для него. Война четвертого ранга начального класса, глава 3836, разыскивается. После того, как Нин Ци прикончил предка семьи Байли, который был даже слабее у Хадуна, юноша покинул город Сюаньгуэн. Оставшись без сильных мастеров, семья Байли попала в западню трех других великих семей, что желали заполучить их богатство. Однако семья Чжаа имела преимущество в этом противостоянии, так как два других клана были обеспокоены возможной связью младшего семьи Чжаа с тем сильным воином шестого ранга, который убил у Хадуна и предка Байли. Всего через полмесяца борьба в городе Сюаньгуэн закончилась, семья Чжаа одержала победу. Оставшиеся две великие семьи тоже смогли урвать часть сокровищ, но лишь небольшую. В основном все досталось Чжаа, которая номинально после этого стала считаться главной в городе. Месяц спустя, два воина шестого ранга среднего класса прибыли в город Сюаньгуэн и расспросили у трех великих семей о том, кто убил у Хадуна. Еще через несколько дней место прошлого лорда города занял новый воин шестого ранга, и в то же время во всех крупных городах Божественной Империи Звездного Неба появились портреты. На них было написано несколько слов о розыске и награде, а изображен никто иной, как нинцы. Каждый лорд города находится под управлением одного из восьми божественных владык Империи Звездного Неба, так как они управляли городами, входящими в состав областей. В частности, Ухадун был прямым подчиненным Божественного Владыки Люша. И так уж получилось, что город Тяньдин не находится под его юрисдикцией, иначе Фэйян оказался бы замешан в этом розыске. Про это в сининце не было известно, потому что он вернулся к небольшому двору, и поскольку его практика только что совершила прорыв, в ближайшее время прогресса он не увидит. Понимая это, он решил провести время со своими женами и сыном, а как только наступала ночь, Вансю и тащила его к себе в комнату. Спустя месяц девушки снова решились отправиться в путешествие. Нинцы никак не мог отговорить их, поэтому оставил на каждый след энергии, и на желое тоже. С помощью его метки, даже если они натолкнутся на воина шестого ранга, смогут выиграть немного времени. Приближалась великая опасность, о которой его предупредил Серебряный Дракон. Скорее всего, осталось не так много времени, поэтому Нинцы никак не ограничивал людей, разрешая им повышать свою практику сколько угодно, даже...